МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМЕХ СМЕХ Так, 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 заходим, заходим. Доброе утро. Не толкайте ухода. Ребята, я надеюсь, вы не против. Я нам еще двоих соведущих привел. Так, 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 так. Слушай, они так есть хотят сильно. Тащи. Я не знаю, имеет ли смысл перечислять всех, кто сейчас задействован в кадре. Нас очень много. Доброе утро. Доброе утро. Василий Баранов, Татьяна Ушакова и Александр Смол. Мы вас приветствуем. Действительно, у нас очень здесь весело, поэтому оставайтесь с нами как можно дольше. Итак, сейчас коротко о том, что же будет сегодня в нашей программе. Новое утро. Сегодня. Как вы уже заметили, у нас в студии настоящая козья ферма. А сколько радости приносят эти домашние питомцы, мы узнаем совсем скоро. А также узнаем, у них готовы ли они стать символами предстоящего года. Дед Мороз, Дед Мороз, борода из палки. Бывает и такое. Сегодня в рубрике «Хендмейд» смастерим именно такого Деда Мороза, у которого борода будет не ватной, а из дерева. Ну, а я расскажу про гостей. Сегодня у нас будет Екатерина Михайловна из парка «Роя». Врачи расскажет нам о том, какие сюрпризы принесет нам этот парк в следующем году. Кроме того, Дмитрий Зотов к нам расскажет. Вы наверняка ждете от него какого-нибудь финансового отчета или наставления. В общем, все это будет в нашей программе. Ну, а начнем мы... С новостей! С арахиса в шоколаде мы себе по всему начнем. Ну, с новостей, да, от Саши Смола. Козы так есть, как ясно. Прямо сейчас утренние новости. Доброе утро, дорогие друзья. Последние интересные новости. Председатель комитета ЗАГСа Пермской области, Пермского края Юлия Андрианова предложила ввести в регионе запрещенный список имен. Об этом она написала в своем блоге. При выборе имени родители должны руководствоваться исключительно интересами ребенка, а не преследовать свои личные цели, убежны сотрудники ЗАГСа. Запрещенный список имен позволит оградить детей от фонарии. Фантазии родителей, а также будет направлен на защиту детей от унизительных оскорбелений, которыми они могут подвергаться стороны сверстников из-за своих необычных имен, сообщает председатель комитета в своем интернет-блоге. Как ранее сообщалось, осенью этого года в Перми родители назвали новорожденного сына Люцифером. Родители мальчика считают себя сатанистами, уверены, что в подростковом возрасте их сын будет популярным с таким именем. Но допускают, что в детстве, наверное, будет не очень легко. Сотрудники ЗАГСа рассказали, что уговаривали родителей дать другое имя мальчику, однако те слушать их не стали. Но и к местным событиям. В Красноярске синоптики пообещали снежную неделю без аномальных морозов. Это очень приятно. Вторая половина недели зимы, а вторая половина недели зимы дожидается без серьезных морозов. Среднесуточные температуры будут равны средним многолетним значениям, около минус 13 градусов. В течение недели синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, будут порывы до 14. Ну вот, уже завтра, 10 декабря, ночью будет минус 15-17, днем от 9 до 11. В четверг, 11 декабря, ночью температура понизится до минус 16, днем до минус 10 в пятницу, до минус 17 тоже ночью, и днем 8-10. На выходных также температура воздуха ночью не будет опускаться ниже 18 градусов, а днем до минус 11. В воскресенье синоптики обещают день без снега. Ну и такая интересная новость. Назван самый актуальный оттенок 2015 года. Об этом сообщается на сайте Института цвета. По мнению экспертов, наиболее модным в наступающем году будет тон под названием Марсала. Это теплый бордово-коричневый. Главный цвет 2015 года получил свое название по аналогии с одноименным десертом вином из Сицилии. Марсала воплощает удовольствие от вкусного обеда, а его красно-коричневая основа излучает изысканность и естественность. Исполнительный директор Института цвета отметил, что оттенок Марсала воплощает уверенность и стабильность, но вместе с тем привлекает обволакивающей теплотой. Чтобы выбрать цвет года, анализирует разнообразные тренды и явления, новинки киноиндустрии, коллекции произведений искусства, популярные туристические направления, социальные и экономические события. И результатом является цвет, который, по мнению аналитиков, выражает настроение и взгляды покупателей. Вот, например, в 2014 году в этом самом актуальном по версии этого института стал оттенок сияющей орхидеи. В 2013 изумрудный, а в 2012 мандариновая танго. Но у нас сейчас самый актуальный цвет – это белый, потому что на улице снег, на улице зима. А вот какая температура этим утром ждет красноярцев, знает Василий Баранов, ему передаю слово. Утренние новости о погоде на сегодня. У кого в руках козы, у того в руках мир. Так говорил Конфуций, но будем думать, что он именно так говорил. А сейчас информация о погоде. 9 декабря на календаре, сегодня вторник. Синоптики нам прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Давление сегодня существенно не изменится. Утром температура воздуха минус 12 градусов, днем минус 9. Вечером сколько? Ме, минус 11. Спонсор прогноза погоды в новом утре. Сеть салонов света «Люсар». Встречайте коллекцию люстр и светильников 2015 года. 6 часов и 35 минут. Ну что, козу подоели, козу покормили, погладили. Прогноз погоды рассказали. Можно и дальше двигаться. Прямо сейчас у нас гороскоп. Буквально через минуту будем знакомиться с нашими питомцами. Улыбнитесь новому утру. С вами гороскоп. Овны, вас ждет активный трудовой день. Нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Тельцы, вам просто необходимо внести в жизнь перемены, начать активно отдыхать и заводить новые знакомства. Вы засиделись на одном месте. Близнецы, отличный день для домашних хлопот. Пора освободить свой дом от ненужного хлама. Старые вещи раздайте нуждающимся. Раки, эксперименты с имиджем едва ли будут успешными. Да и покупку одежды лучше отложить. Сегодня вы склонны выбирать неудачные варианты. Львы, вам следует обсудить с близкими семейные проблемы. Старайтесь разрешить любые разногласия мирным путем. Идите первыми на контакт. Девы, некоторые из вас чувствуют себя агентами 007. Тайная связь и секретная переписка вас уже не пугают. Поверьте, такие отношения могут принести вред. Весы, вероятны расстройства нервной системы и приступы беспокойства. Но вечерний отдых в кругу друзей вас спасет. Скорпионы, избегайте суеты и уделите больше внимания заботе о близких. Вероятен звонок от старого друга, с которым вы давно не виделись. Стрельцы, тщательнее проверяйте свои шаги. С действиями лучше не спешить. А партнерам не стоит доверять на все сто. Они могут сегодня разочаровать. Козероги, возможны незначительные проблемы со здоровьем. Главное, не торопитесь заниматься самолечением. Лучше купите вечером фрукты и сразу съешьки. Водолеи, хватит сломя голову гоняться за деньгами, прибылью и карьерой. Пора обратить внимание и на свое здоровье. Рыбы, берегите репутацию. Завистники могут распустить неприятные слухи о вас. И есть опасность, что какая-то влиятельная персона им поверит. Это борьба. У нас такая вот, как это называется? Вот наверняка сейчас каждый зритель программы «Новое утро» по утрам вот так же сопротивляется своему пробуждению, как наши козочки. Да, потому что отставать тяжело, но тем не менее приходится. И Василий Баранов как раз вытаскивает из этого сна их. Вытащил из постели двух козочек, ни свет ни заря. Козлят, я бы сказала даже. Сегодня в нашей студии Ирина Рогозина, хозяйка козьей фермы «Молочная река». Вот у Ирины-то мы и узнаем, каково жить вместе с козочками. Доброе утро. Здравствуйте. Вот этот миф о том, что козы вредные и противные, правда или нет? Они как барашки упираются или они погладистые, хорошие? Нет, они очень спокойные, очень доброжелательные, животные. Но тем не менее могут жить. Они послушные, знают свои имена. Ну, конечно, когда они выходят на прогулку, им хочется попрыгать, поскакать, порезиться, потому что... Как вот у собак у них, когда они молодые, они бегают и все-все-все грызут и везде копаются или нет? Как ведут себя козы молодые? У козочек травка всегда на чужом участке и за чужим забором всегда слаще. Поэтому всегда нужно глаз да глаз держать. Ну, судя по метке, которая есть на ухе, у вас действительно ферма прям серьезная, там у вас много коз? Сколько голов? Ну, на сегодняшний день у нас около 30 голов. Это есть и дойные козы, есть козлята, которые родились весной, есть козел-производитель. Один на всех? Один на всех, он самый главный, мы его всегда породистого козла приобретаем, чтобы были породистые козли. У него 30 жен? У него 12 сейчас жен. У него работа непочатый край, да? И 6 подрастает, да, сейчас у нас следующее лето. Ну, пользуясь случаем, раз уж у нас в студии все-таки символ грядущего 2015 года, козы и козлята, давайте устроим гадание. Давайте. Если мы снимем их с поводка, они убегут? Да нет, видите, они совершенно спокойны. Саш, держи, пока подержи на поводке, я приготовлю реквизит. Давайте проверим, какую капусту предпочтут козы. Ну, давайте. У нас есть капуста всем известная, зеленая капуста. Вот, вы видите, да, ее? И есть капуста деревянная, которая нынче падает. Давайте проверим, в 2015 году... В какую валюту лучше вкладываться? Давайте одну. В национальную или все-таки в доллары? Вот так прямо. Так, что выберет? Добрынюшка. Добрынюшка, мне кажется, она меня укусит. Добрынюшка? Там мальчик, Добрыня. Козлик. Ты что, так боишься? Лучше Амура узнает. Мне кажется, что у коз, я видел, как они едят капусту, мне кажется, пальцы полетят точно так же, как капуста. Сейчас проверим. Пойдем, пойдем, не бойся. Пойдем, поучаствуем в конкурсе. Много камер впервые на телевидении. Мне кажется, денег в следующем 2015-м положите прямо вот перед ней. Это уже лучше. Так. Ну? Мурочка, скажи нам, пожалуйста, в какой валюте в 2015 году держать свои сбережения? В долларах или в рублях? Давай, иди. Вообще ни в какой выбирайте. Капусте держать надо. В золоте. В золоте, да. Не хотят выбирать они никакую. Давай следующий вопрос. Вдруг ей просто не нравится вот эта денежная тема. Это все бумажки, да. Козы, 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 козы. Еще подходим максимально близко к козам. Вот что выберут, то выберут. 2015 год, счастье и достаток. Ребята, выключите на экране крафт. Либо 2015-й, грусть и тщета. Грусть и тщета. Мура, Мура, счастье и достаток. Слушай, вообще не говорите ни слова, не спивайте ее. Ну, отойдите. Василий, отходите. Не будем их смущать, пускай они поедят в спокойствии. Ну давай, дорогая, пожалуйста. Только не грусть и нищету. Мурочка, давай, счастье и достаток. Красотка, ну что? Ну выбери, ну нагадай. Мы должны подождать. Мура, Мура, Мура. Не сбивайте. Нас всех это касается. Мурочка, Мурочка. Мурочка, выбери счастье и достаток. Иди, иди, возьми капостку. Не подсказывайте. Мы хотим знать правду. Ой, ну что ж такое-то. Ну, будем считать. Давайте я сделаю, вот, если гора не идет к Магомеду, да? Магомед идет к горе. Ну, счастливым будет год 2015. Ну видишь, отдай грусть и нищету. Посмотрим, что она будет есть или нет. Так. Надо ведерко дать. Не ешь. О-о-о-о! Нет! Мурочка, пусто начала есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж делать? Грусть и нищету. Надеюсь, это был личный гороскоп Василия Баранова. То есть, когда мы 2015 и остальных, они, друзья, не коснутся. Давайте посмотрим сюжет. Спасибо огромное, рогаты, наши друзья. Сейчас немного полезной информации от наших партнеров. Нет такой шубы, которую вы бы у нас не нашли, утверждают продавцы этого центра. Так ли это на самом деле? Сейчас проверим. Да, здесь и вправду огромный выбор норковых шуб. Короткие, длинные, из цельной и поперечной норки. Цвета черный, белый, персиковый, графит. Как же красиво смотрится норка, украшенная чернобуркой. Согласитесь, как можно выбрать что-то одно? Мне кажется, надо все-таки решить, для чего вам нужна норковая шуба. В короткой, к примеру, удобно в машине, а в длинной – тепло. А кто-то выбирает по принципу «Хочу самое дорогое, самое красивое и самое лучшее». Таким я посоветовала бы шубу из меха норки «Блэк Лама». Это, пожалуй, эталон стиля в меховой моде. Кстати, при покупке шубы из меха «Блэк Лама» короткая шуба в подарок. Перед таким предложением, думаю, мало кто устоит. Мы вам показали лишь несколько норковых шуб, а здесь более тысячи моделей. И одна из этих шуб, представленных в шубо-центре, возможно, именно ваша. Находится шубо-центр в новом торговом комплексе «Крастец» на втором этаже. Всем еще раз доброе утро. Наши козочки оставили нам немного своего наследия, то есть козье молоко. Козье молоко на кухне. Алена Понеделко, наш замечательный корреспондент, тоже вместе с нами. И сейчас, Алена, мы будем что делать? Мы будем варить козий сыр. Козий сыр из козьего молока. Да, вот именно от тех коз, которые к нам сегодня приходили, для этого нам понадобится всего лишь козье молоко и козий творог. А можно мне немножко козьего молока попробовать? Хочешь свежего? Хочу свежего. Да ты серьезно попробуешь свежего молока? Вот это свежее парное молоко. Ирина, можно? Конечно. Правда? Это безопасно? Парное молоко самое полезное. Оно полезное. Оно вроде говорят, что у некоторых взрослых оно плохо усваивается. Она нам нужна до конца эфира. Нет-нет, все в порядке. Ну как на вкус? Ну была не была, ребята. Ну если я уйду, вы... Ребята, это очень вкусно. Оно отличается от коровьего? Я тоже ни разу не пробовала козье молоко, на самом деле. Да не особо, если честно. Я, конечно, не гурман и не эсет. Нет, ну как его пробовать? Такое, на самом деле, сладенькое, приятное молоко, но от коровьего не отличается. Ну, я не эсет в молоке, вы простите. Вот для меня, как для простого такого поверхностного... Ты сейчас мою мысль повторил, да? Ты понял, да? Я то же самое сейчас сказала. Молоко и молоко. Так, молоко отправляется у нас в козье сыр. Слушайте, а козье сыр как-нибудь называется особенно? Как или называется козье сыр? Вы знаете или нет? Он так и называется козье сыр. Бывает козье сыр моцарелла. А, то есть такие же сорта, как у обычного сыра? Такие же названия, как у обычных сыров, только они приготовлены из козьего молока. Хорошо. Мы, как между прочим, не с пустыми руками. Вы можете отличить, что это за шерсть? Потрогайте. Это овечья шерсть. Овечья. Алена, расскажи. Правда? Да, это действительно вещи из овечья натуральной шерсти. Вот сколько можно разных прекрасных тепленьких штучек сделать из этой прекрасной шерсти. Скажите, пожалуйста, а из козьей шерсти что-нибудь бывает? Из козьей шерсти вяжут пуховые платки. У козы особенная какая-то шерсть, она тоже отличается? Есть специальные шерстные породы. Вот наши козочки, они молочные породы. У них конституция такая вот сухая, поджарая, тоненькая, короткая шерсть. Большая вымечка. А у тех козочек, которые дают шерсть, у них очень мало молока они производят. Но зато густая шерсть практически неотличимая от овечьей. Достаточно длины, из нее различные изделия. А вот если человек, например, захочет себе завести козу дома, возможно держать козу? Вот семья захочет всегда козьего молока. Мне кажется, это глупо. Если вы живете в частном доме, то это замечательно. А если у вас нормальная четырехкомнатная квартира? Если нормальная четырехкомнатная квартира, то очень сложно будет держать козу, потому что она постоянно, у нее нет своего туалета, скажем так. То есть это, в этом сложность. Ваша квартира, это ее туалет? Они кричат, они могут бумагу, ткани какие-то постоянно сжевать, потому что им это все требуется. Они вообще могут всю квартиру сжевать. А вот как вы думаете, вот молодым семьям перед тем, как заводить детей, может быть взять козленка ненадолго, чтобы понять, как это вообще, когда у тебя в квартире постоянно беспорядок и кто-то что-то съедает? Да, и когда потом козочку убирают, им становится так хорошо. Да, да, да. И они начинают чувствовать вообще радость жизни. Слушайте, я думаю, что вот в новом году точно будет успех, так как 2015 год, год овцы или козы, да, вот в таком комплекте, да, тепленький жилет и шапка. А давайте я попробую на себе это, посмотри. По мере очень классные. Как раз таки вот, может, мне подойдет. Да. Мне кажется, эти вещи как раз подойдут для сибирской зимы, потому что действительно они очень теплые. У меня у самой есть жилет из овечьей шерсти, я надеваю в самой холодаевую и не замерзаю. Ой, как хорошо. А вот еще для автомобилистов есть сиденья, то есть можно в машине быть в тепле и есть топотушечки. В магазине сказали, что это самый ходовой товар, вот эти сиденья для автомобиля, потому что сиденья с подогревом для мужчин не полезны. Ой, как хорошо, ребят. А можно мне допуси? А размерчик какой? 39-40, не мой. А там еще есть пояс из овечьей шерсти, который тоже полезен для здоровья. Если у вас радикулит, он как раз для этого поможет. Вот он, этот пояс. Все, до конца эфира я буду вот так. Под пиджак, Василий, чтобы это было, конечно. Я думаю, что вообще идеальной будет картина. Как выглядит... Казиман. Знаете, вот сидят там в Москве, да, Познер, как он думает, как выглядят региональные ведущие? Вот примерно так Познер думает, выглядят ведущие в регионах. Ну что, он не ошибается. Да, я хочу сфотографировать Василию тебя. Правда, я не могу ходить, они связаны. А, все, развязались, осторожно. Так, вот осессия. И вот там начинается программа, и ведущий говорит, сегодня мы поговорим о самом-самом важном. Да. О козах. О сельском хозяйстве. Как вести себя с козой на вечеринке? Начинай, Василий. Ну, для начала нужно проверить, доиная ли она. Сегодня наша козочка доиная. У вас там как с молоком? С сыром, который вы делаете? С сыром, который вы делаете. Алена положила в козе молоко. В холодное молоко я положила творог, поставила на огонь, и теперь жду, пока оно закипит. В холодное молоко мы положили творог, и ждем, когда закипит. Да. И все. Вот в чем наша разница. Рыжие говорят... И варим пять минут. Смотрите, рыжие говорят творог, а брюнетки творог. Насколько я знаю, можно говорить и так, и так. Давайте рекламу посмотрим. Доброе утро. Мы вас приветствуем в нашей овечо-козлячей студии. Доброе утро. Мы готовы к новому году. Поскольку у нас коза, овца, это символы 15-го года, значит, надо их начинать уже задабривать как следует. Итак, мы благодарим шерсть и лен. Ищите теплые, уютные вещи, а также подарочные сертификаты к новому году в торговом центре «Оптима». Цоколь и торговый центр «Атмосфера дома». Чудесные мягкие вещицы. Мы вдоволь налюбовались ими. А теперь, ребята, кормить-то вы нас будете или нет сыром козьим? Пять минут прошло? Процесс еще идет. Еще идет? Молоко даже не закипело. Вот когда оно закипит, мы подождем пять минут, а потом будем дальше готовить. На самом деле это не так быстро, как хотелось. Ну, не трудоемкий, уйдет, наверное, полчаса максимум. Просто он времени емкий. Давайте мы пока посмотрим что-нибудь интересное. А что это мы посмотрим? Ты еще не мерил... Шапулю? Замечательную шапку из натурального сырья. Ну-ка. Вот это мужчина! Сразу вид до свахты вернулся. До Снорильска. Не идет? Да, 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 да. А уши можно распространить? Ты запросто мог играть в фильме «Константин» с Киану Ривзом. Почему? Я не видел, о чем там кино. Я видела этот фильм, но я не могу понять, почему, смысл. А я специально так вот решил всех запутать. Давайте посмотрим рубрику «Киношка» про Константина. Сейчас ты узнаешь все подробности того, что он в перерывах. Он не такой симпатичный. В перерывах между съемками Киану Ривз тоже одевал вот эту... Это чаши... Из чего шапка? Шапка из натуральной шерсти. Из натуральной шерсти шапку одевал, чтобы... Ну, в общем, чтобы вселиться в образ. Давайте посмотрим. Отметивший в этом году 50-летний юбилей, актер Киану Ривз жалуется, что ему сейчас все реже предлагают роли. В одном из интервью он поделился, что мечтал сыграть Росомаху и Бэтмена, но по разным причинам не смог этого сделать и сейчас сильно жалеет. А ведь было время, когда актер был нарасхват. Так на съемки ужасов Константин его пригласили на следующий же день после окончания съемок в «Матрице». Руководство издания комиксов о Константине было удивлено выбором киностудии. В комиксах герой блондин, а Киану Ривз не похож на европейца. Но упор сделали не на внешности, а на сути его отношения к миру. И не прогадали. Даже верные фанаты комикса впоследствии приняли Киану Ривза на ура. Была идея осветлить волосы Киану, но мы ее отвергли. И поначалу плащ для героя должен был быть оливкового цвета, но актер в нем терялся. А вот черный плащ подошел ему гораздо больше. На нем и остановились. Одним из мучительных вопросов для создателей фильма стало, как представить образ Сатаны. В разных фильмах он был уже и ребенком, и зверем, и женщиной. Режиссеру «Дьявол» представлялся кем-то мерзким, противным и абсолютно равнодушным. Позвать на роль решили Питера Стормора. Я не хотел много грима или каких-то силиконовых накладок. Сказал, что лучше сыграю лицом. Пусть зритель включает воображение. К тому же, что больше всего и страшно, дьявол всегда разный. И трудно ухватить то, как он должен выглядеть и в какой форме существовать. Сцены, в которых показан ад, пришли в голову одному из аниматоров. В нашем адском ландшафте царит тот момент, когда тепловая волна от ядерного взрыва сметает все, пока ее не рассеивает ударная волна. Мы пересмотрели множество видео-взрывов, чтобы ухватить нужный визуальный ряд. А еще в наши сцены мы добавили эффект Марьева, какой бывает от сильного жара, чтобы картинка как будто поплыла. Крылья ангелов не должны были выглядеть белыми и пушистыми. Задача была сделать их реальными, похожими на крылья птиц. По-настоящему создали только одни крылья, чтобы понимать, как в той или иной сцене они отражают свет. А все остальные были нарисованы. Фильму Константин в следующем году исполняется 10 лет. Но тема добра и зла вечно, поэтому у картины наверняка еще долгая жизнь. До встречи в следующий вторник. Прямо сейчас. Утренние новости. Доброе утро. Интересные события и новости. Заминистр иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американские санкции направлены на создание в России условий для смены власти. Как сообщает ТАСС, такое мнение он высказал в ходе слушаний в Госдуме по вопросу об отношениях России и США. То, что целью санкций является создание социально-экономических условий для осуществления смены власти в России, фактически не скрывается, заявил Рябков. По его мнению, Вашингтон также оказывает давление на своих союзников ради того, чтобы они продолжили антироссийский курс. При этом Рябков подчеркнул, что обострение в отношениях между Россией и Соединенными Штатами не вызывает паники в Москве. Мы не испытываем нервозности от происходящего, стараемся действовать взвешенно, сами контакты не рубим. Наши ответные меры носят взвешенный, выверенный, сбалансированный характер. У нас есть свои контрсписки, но мы их не обнародуем, подчеркнул Рябков и также отметил, что отношения между Россией и США начало лихорадить задолго до Украины. Так, по его словам, перезагрузка в российско-американских отношениях фактически прекратилась к началу второго президентского срока Барака Обамы. Ну а в Красноярске, вот как заработать денег, да? В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который прописал у себя в гостинке. Ребята, знаете, сколько человек? 800? 248 человек. Официально красноярец не работал, а фиктивная регистрация принесла ему хороший доход. Но поскольку мы сегодня много делаем предсказаний, вы подумайте над суммой, как думаешь, сколько, Василий? 3 миллиона. 4. В газетах и в интернете он размещал объявления об информации об оформлении прописки, разумеется, без предоставления места жительства. Брал за это вознаграждение и таким образом за 2014 год заработал около 4 миллионов рублей. В настоящее время в отношении красноярца продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного 322-й и 2-й части Уголовного кодекса Российской Федерации. Эффективная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или месту жительства в жилом помещении. Ну и, друзья, мы желаем вам хорошего утра. Информация о погоде от Василия Баранова, который практически точно сегодня все угадал. С погодой он тоже не ошибется. Утренние новости о погоде на сегодня. Девятое декабря на календаре. Сегодня вторник. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Давление сегодня существенно не изменится. Минус 12 градусов – это утренняя температура воздуха. Минус 9. Днем и вечером – минус 11. Спонсор прогноза погоды в новом утре – сеть салонов света «Люсар». Встречайте коллекцию люстр и светильников 2015 года. Доброе утро. Семь часов на наших студийных часах. Это значит, что мы начинаем детский конкурс. Я надеюсь, все наши маленькие зрители уже проснулись. Доброе-доброе утро. Смотрите, у нас для вас много подарков сегодня. И прежде чем мы покажем вам загадку, мы расскажем, что партнер детского конкурса на этой неделе – сеть супермаркетов игрушек и детских товаров «Рич Тойс». Недавно «Рич Тойс» порадовал своих покупателей на правобережье. Открыл свои двери супермаркет «Рич Тойс Нововилова 2А». Два этажа качественных детских товаров, удобная парковка и высокая транспортная доступность – все это плюсы нового супермаркета «Рич Тойс Нововилова 2А». Ну а работает супермаркет ежедневно, без выходных, с 10 до 21 часа, что особенно актуально в преддверии предновогодней суеты. Приглашаем за покупками, дорогие друзья. Ну а прямо сейчас, внимание на экран, появляется наше традиционное конкурсное задание – это слово, где перепутались все буквы. Ваша задача – разгадать это слово и дозвониться по телефону 202-88-88. Ждем от вас звонка. Ну а победителя сегодня дожидаются раз, два, три медведя. «Три красивых медведя». Смотрим показ «Смешариков». У вас есть время, чтобы дозвониться к нам в редакцию. Доброе утро. Ну а для нас уже не тайно, что кто-то есть на телефонной линии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как зовут? Полина. Полина, очень приятно. Меня зовут Вася, рядом со мной Таня. Скажи нам, какое слово мы сегодня загадали. Секрет. Секрет? Не скажешь? Да, это действительно секрет. Мы тебя поздравляем, Полина, от души. И ко всему прочему мы дарим тебе вот этих замечательных медведей. Целое семейство медвежат. Они отправляются в коробочку, а эта коробочка будет дожидаться тебя на Копылова 50. Заезжай и забирай. Первый пошел. Еще очень важно, Полиночка, на этой неделе не проспи, пожалуйста, в пятницу, потому что ты уже являешься финалисткой детского конкурса, и в пятницу мы будем разыгрывать еще один подарок. Да, сертификат на 1000 рублей будет разыгран в пятницу, но все остальные малыши не отчаивайтесь, у нас впереди еще среда, четверг, пятница, у вас будет возможность тоже выиграть комплект призов от Рич Той с Три Медвежонка. Да, дело в том, что партнер нашего детского конкурса на этой неделе – сеть супермаркетов игрушек и детских товаров Рич Тойс. Рич Тойс приглашает за покупками в новый супермаркет. Мы напоминаем, он находится на Вавилово 2А, работает он ежедневно с 10 до 21 часа. В этом супермаркете целых два этажа, можно выбрать разнообразие детских товаров. И я думаю, что ваша новогодняя сказка обязательно сбудется, если вы туда приедете и что-нибудь классное себе выберете. Да, у новогодней сказки Рич Тойс даже есть телефон. Запишите телефон супермаркета 205-03-01. Вавилово 2А вас ждет за новогодними подарками. Ну а далее программу «Новое утро» продолжит рубрика «Хендмейд». И тут уже подарок не покупной будет, а подарок, сделанный своими руками. Оказывается, Дед Мороз – это не только ватная борода, у него еще борода бывает деревянной. Как такое возможно, сейчас увидим. Удивительно, но деревянные палочки от мороженого, которые вы съели летом, могут пригодиться вам зимой, когда вы так же, как и я, будете мастерить открытки. Начнем с того, что одну деревянную палочку покроем акриловой краской. Верхушку – красным цветом, а нижнюю часть – белым. Пока краска сохнет, можно вырезать из картона заготовку для открытки. Белый картон складываем пополам, таким образом, чтобы получился вытянутый прямоугольник. Углы на лицевой стороне я предлагаю либо скруглить ножницами, либо, если у вас есть угловой дырокол, воспользоваться им. Теперь мне понадобится красный картон. Вырезаем из него треугольник и приклеиваем на лицевую сторону открытки. На этом треугольнике должно появиться еще две тонкие полоски. Белая внизу, черная посередине и небольшой желтый квадратик прямо на черной полосе. Это будет пряжка. Пришло время к этому коллажу добавить палочку. Приклеиваем ее также универсальным клеем и дополняем бумажными усами, двумя помпонами – красным и белым – и глазками, нарисованными маркером. Ручки и ноги рисуем сначала карандашом, а затем обводим ручкой либо фломастером. Открытка завершена. Кстати, используя эти же материалы, можно смастерить и другую открытку, большего размера, на которой поселятся сразу несколько снеговиков с палочками разной длины. Ну и мы продолжим новогоднюю тему. Семейный центр «Умка» рад предложить уникальный новогодний проект «Загородная резиденция Деда Мороза». Малышей ждут удивительные приключения в сказочном новогоднем лесу, знакомство с друзьями Дедушки Мороза, лесными зверями, катание на пони, на горках, на лыжах, игры и конкурсы. Но самое главное – ребята смогут побывать в доме, где живет сам Дедушка. Ребята, если вы хотите попробовать настоящие новогодние пряники и горячий шоколад, то тогда скорее к нам в резиденцию. Помощники Дедушки Мороза научат взбивать снежные перины, мастерить снежинки, готовить угощения, украшать подарки и многое другое. Профессиональный хореограф поможет запомнить эту сказку. Ну и, конечно же, хоровод вокруг красавицы. Елочки, песни и стихи тоже будут, и фотограф, да, все это действительно запечатлеет, чтобы потом в семейный архив фотокарточки занести. Подарите вашему ребенку новогоднюю сказку об этом приключении, вы будете вспоминать всю свою счастливую жизнь. Ждем, кстати, в резиденции Деда Мороза ребятишек от двух до семи лет. И теперь, внимание, вопрос. Вы тоже сможете посетить загородную резиденцию Деда Мороза. А если ответите на вопрос, как называется фильм Александра Роу про зимнего волшебника, который ходил по лесу и серебрил посохом деревья? Мы помним, 65-й год, тогда он был снят. Поэтому слово такое, хорошее. Хорошее слово, дозванивайтесь. 202-88-88, звоните нам по этому номеру. Мы желаем вам хорошего утра уже через несколько минут. Познакомимся, уверен, с победителем. Ждем вашего звонка. Но сейчас у нас небольшой блок полезной информации. После него прогноз погоды и, собственно, мы поговорим с телезрителем. Спасибо, что начинаете свое утро именно с телеканалом ТВК. Сейчас информация о погоде. Вторник на календаре, 9 декабря. Синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Давление сегодня существенно не изменится. Ветер от 2 до 5 метров в секунду, юго-западный. Сегодня температура воздуха утром минус 12 градусов, минус 9 днем и минус 11 вечером. Спонсор прогноза погоды в новом утре – сеть салонов света «Люсар». Встречайте коллекцию люстр и светильников 2015 года. Еще раз хорошее утро. Сейчас попробуем узнать, кому же достается вот этот пригласительный билет в новогодний проект «Загородная резиденция Деда Мороза» от семейного центра «Унка». Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Татьяна. Очень приятно. Татьяна, в 65-м году что вы делали? Я думаю, ничего еще. Да? Я еще не родилась. Вот, вы еще не родились. Но тем не менее, вам рассказали, да, как назывался этот фильм? И как там называли Деда Мороза? «Морозка». «Морозка», совершенно правильно. Именно так звали Деда Мороза в фильме «Александр Роу» 1965 года. Я рад вас пригласить в семейный центр «Унка». Раз вы рад вас пригласить в загородную резиденцию Деда Мороза, вы с кем пойдете? С ребенком, с дочерью. Все, это здорово. Хороших вам новогодних праздников. Да, и отличного утра. Как вам наши утренние козочки? Вы проснулись рано или нет? Да, конечно, замечательно. Вы пили когда-нибудь козье молоко? Да. А козий сыр? Да. Вас ничем не удивишь. Вы можете смело пропустить следующие 15 минут нашей программы, а всем остальным, кто этого не делал, я рекомендую остаться, потому что мы как раз узнаем, насколько вкусный козий сыр, приготовленный своими руками. Ну а сейчас кошек вы любите хотя бы? У нас есть кот, конечно, любим. Вот сегодня мы еще будем говорить о котах и о котах и кошках. Буквально через несколько секунд, так что уж точно вам рекомендую остаться. Спасибо огромное. Пожалуйста, пока. Все, друзья, хорошего утра. У нас здесь настолько царственные особы, что для них даже отдельный стул мы выделили. У нас в студии Николай Анатольевич Леонов, ветеринарный врач и руководитель клуба любителей кошек элита Сибири Лариса Цаплина. Доброе утро. Доброе утро. Эти красавцы как называются? Сибирские. Сибирские коты, да. Сибирские породистые коты. У нас два котенка и взрослый, да, кот? Да, и кот. Наш производитель. Достаточно титулованный котик, очень красивый, с большой красивой шубой. Настоящий аборигенный кот, можно сказать. Как такой получился, скажите, пожалуйста. Это, на самом деле, долгая, кропотливая работа в питомнике. Для того, чтобы получить породистое животное, очень красивого экстерьера и хорошего характера, эта работа, скажем, не годами, а десятилетиями ведется на закрепление самых лучших генетических качеств, самых лучших породистых, ценных качеств. Работа над фенотипом, генотипом, это очень-очень интересная, но очень сложная и такая кропотливая работа заводчиков наших. А на что обратить внимание человеку, который вот только хочет еще стать владельцем породистого кота? Ну, первое, о чем хочется сказать, наверное, для тех, кто хочет завести кота, нужно очень ответственно к этому подойти и быть готовым к тому, что у вас появится в доме котенок, это, может быть, сродни маленькому ребенку. Психологически нужно быть готовым. Ну, и дальше уже мы идем выбирать первое, как мы это делаем. Скорее всего, мы будем звонить и обзванивать наших заводчиков. И нужно как раз обратить внимание, какой пакет документов, если мы говорим о породистых кошках, то важно знать, что документы за отдельную цену не продаются и не покупаются. Котенок породистый с родословной, к нему эти документы уже прилагаются. И как многие заводчики у нас просят, какую-то отдельную стоимость, вот это уже неправильно, да, это уже в какой-то мере обман. Здесь, если животное породистое, если мы хотим породистое животное, мы уже, это животное имеет документы, но единственное, да, если оно не подходит для породного племенного разведения, там будет такая отметочка, не для разведения. Либо, если это животное, все-таки, которое будет в дальнейшем использоваться и посещать выставки, да, конечно, там без ограничений. Стоит поговорить о том, что животное шоу-класс, если вы хотите купить хорошее, породистое, красивое животное для дальнейших выставок и звездить с ним или куда-то выезжать, то, конечно, не стоит его приобретать раньше шести месяцев. Мы не можем в полной мере увидеть развитие, формирование этого животного, мы не можем оценить. Котенок в два месяца выглядит, скажем, не очень неказисто, потом он вырос и стал очень красивым. Этим котятам сколько месяцев? Ну, это где-то около 4-5 месяцев. И мы не можем пока понять, что из них получится. Ну, вот из них уже получилось, из них уже видно, что они очень-очень хорошего качества, скажем. Но в два месяца мы их видели, и они были настолько разные, что мы их могли как-то разбить по категориям. А сейчас вот они одинаковые стали, стали одинаково хороши. Николай, вот у нас здесь код производитель, значит, это код высшего качества, высшего класса, правильно я понимаю? Смотрите, здесь не существует такого, скажем, градации высшего класса. Да, это код производитель, он имеет титулы, он выставляет в основном систему ВЦФ, World Confederation, в которой есть определенные градации. Вот на самом деле он уже имеет титул, у нас континентальный чемпион, ему еще чуть-чуть и будет World Champion, чемпион мира практически. Но в студии сегодня он у нас производит впечатление очень большое. Лариса, а вы можете рассказать, в чем отличие от других пород именно сибирского кота? Он лучше для нашего климата приспособлен или как? Ну, вы знаете, начнем с того, что это аборигенная порода, и, безусловно, она более приспособлена к нашим условиям. То есть это код, который вышел из нашего народа. Естественно, значит, характер. Ну, характер не у всех животных, скажу, такой вот покладистый и вот такой пушистый. Поэтому все агрессивные животные выводятся из разведения. То есть, по сути дела, кот должен вести себя в любой ситуации адекватно. То есть он сейчас вот абсолютно в незнакомой ситуации, он себя спокойно ведет. Дети его ведут себя так же, поэтому это животное, которое социально, которое не принесет каких-то неудобств, живя с людьми, прежде всего. Вот. Ну, отменное здоровье. Это безусловно. Сколько ему уже лет? Ему 7 лет. Лариса, а вы можете его взять на руки, потому что он сидит у нас вот на стульчике, и не совсем понятно его размера. Да, мы перехватим у вас инициативу кошачью. Так. Покажите, потому что он невероятно огромный. Вы сейчас это увидите, Лариса продемонстрирует. Кстати, как должен сидеть на руках хороший кот на выставках, на руках у хозяина. Вот это вот такая стойка, да? Да. Какие огромные у тебя лапы, ты просто тигра. Он невероятный. Я бы подумал, что это дикое животное, в том смысле, что из заповедника нам его принесли, потому что прям такой, как рысенок. Очень красивый. Очень красивый. Ну что же, мы говорим огромное спасибо Николаю Леонову, ветеринарному врачу, а также Ларисе Цаплиной, руководителю клуба «Любители кошек Элиты Сибири». Сегодня мы поговорили о том, как правильно выбрать породистого котенка. Так что выбирайте и наслаждайтесь вот таким питомцем. Да, сибирские коты замечательные, а дальше у нас замечательный сюжет. Что скажешь насчет свадьбы осенью? Замечательная пора. Несколько моих подруг выходили замуж именно в это время года. Если вы планируете торжество на осень, наш мастер-класс для вас. Кружево, кружево и еще раз кружево девеснового сезона испанских модельеров. Дизайнеры щедро украшают свадебное платье кружевом и вышивкой, что придает нарядам особенную легкость и грацию. Очень женственно, на мой взгляд, смотрятся свадебные платья с изящными кружевными рукавами. При этом посмотри, как они идеально сидят по фигуре. Ведь невеста на свадьбе должна выглядеть, как королева. Свадебное платье с пышными юбками и роскошными шлейфами – еще один тренд неподвластный времени. Мне кажется, каждая вторая невеста мечтает именно о таком свадебном платье. Вас пригласили на свадьбу в новой коллекции испанского бренда. Вечерние наряды достойны самых важных торжеств. Мозаика, драпировка, летящие легкие силуэты – выбираем образ под формат предстоящего события. Испанские дизайнеры – мастера своего дела. Их каждая новая коллекция свадебных вечерних платьев бесподобна. Новинки сезона 2015 от Проновиас эксклюзивно уже в бутике Лановио на Ленина 169. Первой невесте, купившей свадебное платье из новой коллекции – скидка 30%. Зо, утро продолжается. Козы были, козлята были, коты сибирские были. Друзья, скоро олени будут. Да, мы не шутим. Да, это правда, скоро будут олени. Но сейчас переходим к советам от нашей драгоценной тети Тани. И вновь поговорим о томатах. На этот раз выбираем красивые томаты для засолки. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодняшняя тема – засолочные томаты. Мы все предпочитаем в засолку отправлять такие томаты, которые проходят в горло любой банки. Они должны обладать определенными свойствами. Нам нравятся все вытянутые. Ну, и круглые как добавка обязательно, потому что все-таки вот, допустим, красные и желтые томаты, одни вытянутые, одни круглые, всегда красивые эстетически. Вот в руках у меня сорт называется гибрид, не просто сорт. Мариса. И их томаты будут от 150 до 180 грамм. И в течение двух месяцев Мариса будет прекрасно храниться. И у нее не будет так вот подвидать поверхность. У некоторых помидор это происходит, у нее нет. Значит, это снежана. В стадии молочной зрелости она почти такого цвета сливок. Значит, и, конечно, искра Сибири, а это улучшенная искорка. Вам она уже давно знакома. Томаты имеют форму, видите, какую сливовидную. И они очень хороши на вкус. Они все достаточно плотные. И даже в стадии вот таких вот красных томатов, они ведут себя очень хорошо. То есть в засолке они не лопаются, не становятся внутри мягкими, а с них снимается только шкурка. Попробуйте, вам очень понравится. Ну, эти томаты, естественно, предназначены для пленочных теплиц, скажем так, и для открытого грунта. То есть мы их закрываем первое время от возвратных заморозков, а все остальное они сделают сами. Если высота томата выше 60 сантиметров, вы все уже помните, да, частично там, допустим, они 80 сантиметров, значит, 20 сантиметров будут посынковаться. То есть мы убираем их просто многообразие их цветов, частично выстригаем, потому что они столько куст не выкормят. А мы должны получить полноценные томаты, которые действительно хороши будут в засолке. Ну, и на салат они тоже годятся, потому что они не очень поздние. Они имеют средний ранний срок созревания и средний. Это говорит о том, что они имеют достаточное количество томатов на одном кусте. Это 4, а то и 5 килограмм. А это полное ведро 8 килограмм, 10-литровое. А это очень хорошо для одного куста томатов. Очень рекомендую. Мариса, Снежана и Искра, Сибири. Всего вам доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Прямо сейчас утренние новости. Доброе утро. Новости. Председатель комитета ЗАГСа Пермского края Юлия Андрианова предложила ввести в регионе запрещающий список имен. Об этом она написала в своем блоге. При выборе имен родители должны руководствоваться исключительно интересами ребенка, а не преследовать свои личные цели. Убеждена сотрудница ЗАГСа. Запрещенный список имен позволит оградить детей от фантазии родителей, а также будет направлен на защиту детей от унизительных оскорблений, которым они могут подвергаться со стороны сверстникам из-за своих необычных имен, сообщается в ее интернет-блоге. И давайте сразу ко второй новости перейдем. Это уже местная новость, и она такая довольно приятная. Это погода на всю предстоящую неделю. Итак, в Красноярске на следующей неделе синоптики пообещали ее снежную, без аномальных морозов. Как сообщил ведущий синоптик среднесибирского отделения Сергей Кабайкин, вторая неделя зимы ожидается без серьезных морозов. Среднесуточные температуры будут равны средним многолетним значениям, около минус 13 градусов. В течение недели синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер западный, 4 до 9 метров в секунду, с возможными порывами до 14 метров. Вот уже завтра, 10 декабря, ночью будет минус 15-17 градусов, а в днем минус 9-11. В четверг, 11 декабря, ночью температура понизится до минус 16, днем до минус 10 в пятницу, 12-го, тоже минус 17 ночью, а днем 8-10 ниже 0. На выходных температура воздуха ночью не будет опускаться ниже минус 18, днем до минус 11, а в воскресенье синоптики обещают день без снега. Ну и назван самый актуальный оттенок 2015 года, об этом сообщается на сайте Института цвета. По мнению экспертов, наиболее модным в наступающем году будет тон под названием Марсала. Это тепло-бордово-коричневый цвет. Главный цвет 2015 года получил свое название по аналогии с одноименным десертным вином из Сицилии. Марсала воплощает удовольствие от вкусного обеда, а его красно-коричневая основа излучает изысканность и естественность. Исполнительный директор Института цвета отметила, что оттенок Марсала воплощает уверенность и стабильность, но вместе с тем привлекает обволакивающей теплотой. Чтобы выбрать цвет года, анализируют разнообразные тренды и явления. Новинки киноиндустрии, коллекции произведений искусства, популярные туристические направления, социальные и экономические события. А результатом является цвет, который, по мнению аналитиков, выражает настроение и взгляды покупателей. Давайте поговорим о том, что выражает наше настроение, но во всяком случае очень точно сказывается на нем. Это курс валют на сегодняшний день. Итак, цена американской валюты сегодня 53 рубля и 30 копеек, единой европейской валюты 65 рублей и 42 копейки. Вот такие новости. Хорошего вам утра. Оставайтесь на телеканале ТВК. Утренние новости. Доброе утро. На новогоднем столе особое место занимают сладости, потому что после горячих, сытных блюд, к чему мы переходим? Мы переходим к вкусным десертам. Да, это точно. Поэтому, дорогие друзья, внимательно послушайте то, что мы вам сейчас расскажем. Джем Махеев клубничный приготовлен из самых свежих и спелых ягод клубники. Он замечательно подходит для тостов, для бутербродов и для выпечки. А еще здесь есть прекрасный черничный джем. Отличается нежным, в меру сладким ягодным вкусом и ароматом. Ароматом известен своими полезными свойствами для здоровья глаз. Ну, раз уж мы сказали о джеме клубничном и черничном, то именно их я сегодня и предпочту. Махеев качество на совесть, вкус на зависть. Спрашивайте в магазинах нашего города, в торговых точках, а цены вас, поверьте, приятно удивят. Вкусного вам утра и отличного новогоднего стола вместе с Махеевым. Да, приятного аппетита. Ну что ж, дорогие друзья, рассказали мы вам о самом вкусном и самом полезном завтраке, но сейчас переходим к следующему пункту нашей программы. И прямо сейчас переходим к рубрике «Красота». Алена Понеделко сегодня вновь с Викторией Нагибиной расскажет о том, как выглядит с ног сшибательно. Доброе утро. Сегодня я вам расскажу, как несколькими легкими способами облегчить себе жизнь. Если ваши волосы склонны к волнистости, сушите их придавливающими движениями. И ни в коем случае не растирающими. Вот так. Зубная щетка сделает ваш зачес более ровным. Распределите на зубную щетку фиксатор. Зачесываем волосы. Когда делаете легкую укладку, то лучше ее делать с середины локона, а не с конца. Так укладка продержится дольше. Гениальная идея – сделать ободок из собственных волос. Для этого отделяем верхнюю часть волос и зачесываем ее наверх. Начинаю из этой пряди плести косу. Для того, чтобы увеличить длину собственных волос, вам пригодится следующий трюк. Разделяем массу волос от уха до уха горизонтальным пробором. Фиксируем волосы верхние и нижние специальными резинками. Запомните эти советы и не тратьте много времени на укладку. До новых встреч! Да, в нашей студии Дмитрий Зотов. Это коммерческий директор представительства ЗАО «Финан» в Красноярске. И наш финансовый эксперт. Доброе утро, Дима. Человек, с которым не только связаны сейчас какие-то прогнозы, но и надежды. Да. Все смотрят и говорят, ну что же будет. Дмитрий, оправдайте. Оправдайте наши надежды. Сложно оправдать. Я объясню почему. Почему? Потому что есть возможности для зарабатывания, а есть реальная экономика. Так вот, в реальной экономике пока не все хорошо. И я сегодня это покажу на цифрах. Дело в том, что собрал статистику предварительную за 2014 год по нашему краю. Естественно, что она неутешительная, потому что в этом году мы наблюдаем рецессию и снижение показателей абсолютно по всем регионам. По России в целом. Россия уже вступила в фазу, когда у нее темпы прироста валового внутреннего продукта, то есть то, что мы производим ежегодно, они уходят в отрицательную зону. А это плохо. То есть мы не производим достаточно. Вчера у нас были представители Красстата, говорили, зарплата средняя выросла за год. Стала больше. Номинальная. Вот я сейчас покажу на цифрах, насколько это все правильно. Валовый региональный продукт это то, что производится именно в крае. В прошлом году он составил примерно 6, почти 6%. Это хороший прирост, если учитывать, что в целом по России этот показатель составил примерно 2%. 2% в среднем, а в Краснодарском крае 6%. За счет нефтянки, за счет металлургии, за счет того, что у нас очень много производств. Более того, у них дешевая себестоимость производства. У той же самой металлургии при нашей электроэнергии достаточно низкая себестоимость производства. Но при этом в этом году мы ожидаем снижение, и уже текущие показатели, они находятся на уровне 2,8%. То есть практически в два раза. А по России в целом теперь какая? По России в целом мы в минусе. Мы ушли в минусе там сколько-то? Да, да. Либо там может быть полпроцента в плюсе, либо вообще полпроцента в минусе. То есть на сегодняшний день показатели могут быть такие. Промышленное производство, то есть то, что влияет как раз-таки на первый показатель, в прошлом году было 5,5%, в этом году 2,2%. То есть то же самое падение в два раза. Инфляция при этом, естественно, ускорилась. Надо отметить, что здесь странная ситуация с Красноярским краем. У нас инфляция ниже, чем по России в среднем. То есть в среднем по России сейчас на уровне 9%, у нас она составляет 6,7%. Я, честно говоря, не знаю, каким образом подсчитывалась именно эта составляющая в нашем расстате. Но тем не менее, по моим личным ощущениям, инфляция не ниже 10% официальная будет по итогу года. А если говорить о реально, то это процентов 20. Причем, естественно, рассматривая разные товарные группы, например, если просто рассматривать продукты питания, то там все 30 и даже 50. Поэтому здесь этот показатель, я считаю, достаточно сильно занижен. Отсюда вытекает реальный доход населения. То есть то, что говорили представители Красстата, да, у нас номинальная зарплата, она растет из месяца в месяц. Но если мы ее скорректируем на инфляцию, то мы получим минус 4% на сегодняшний день, это по итогу ноября. То, что мы уже увидели снижение реальных зарплат, скорректировав ее на инфляцию. Более того, в следующем году по некоторым муниципальным госслужащим государство не планирует проводить индексацию. То есть это не коснется пенсии, естественно, индексация будет все равно на уровне инфляции. Но по некоторым группам госслужащих муниципальных это могут быть заморозки зарплат. Ну и безработица. Безработица, конечно, радует. В том плане, что она в прошлом году была выше, чем в этом. То есть в прошлом году она составляла 5,7%, в этом году она снизилась, вот на текущий момент, составляет 5,3%. Но опять же скажу, что это только официальные цифры, потому что многие даже не встают на учет в службе занятости населения. Это только те цифры, которые в службе занятости находятся. И поэтому сложно оценить реальный ее объем. Но тем не менее, как говорится, средняя по больнице она такая. Это может говорить о том, что и в нелегальном нашем секторе безработица тоже ниже, чем в прошлом году. В следующем, да. Я просто вот, наверное, у всех зрителей этот вопрос. Есть у нас какие-то планы на то, когда, в принципе, все начнет выравниваться? Здесь несколько факторов. Я еще о них буду говорить в следующих наших передачах. Но самые, там, два основных фактора. Это в первую очередь цены на энергоносители наши, которые сейчас просто камнем несутся вниз. Цены на нефть уже подешевели больше, чем на 45%. А доллар тем временем подорожал, скомпенсировав вот это вот падение по нефти. Но, тем не менее, ничего хорошего этой экономике все равно не дает. Центральный банк говорит о том, что будет сдерживать валюту. При этом нефть там продолжает падать, он ее не сможет сдержать. И сейчас бюджет уже закладывается, очень государственный бюджет, закладывается очень низкий цен на нефть на уровне 80 долларов за баррель. Это скажется на нас, как на потребителях той же самой нефти. Когда-нибудь цены на бензин опустятся из-за того, что цены на нефть мировые падают? В случае, если они будут находиться ниже 70 долларов продолжительное время, цен на нефть, и это продолжительное время должно занять квартал, может быть, даже 4 месяца, то тогда мы можем увидеть это снижение цен на бензин. Это связано с производственным циклом. Потому что у нас, мне кажется, компенсирует постоянно. Низкую цену на нефть компенсирует повышением курса доллара, для того, чтобы государству было выгоднее. И заправщики точно так же компенсируют свои какие-то расходы, недополученные с этого бензина, опять же, за наши карманы. И когда цена на нефть опять растет, нам опять выставляют цену на заправках чуть выше, потому что цена на нефть подросла. Я могу сказать, что нефтяным компаниям гораздо проще выкачивать нефть из земли, ей продавать ее за рубеж. Но в текущих условиях у них доходы снижаются. Хотя за счет курса доллара, конечно, у них все хорошо. Но сама цена нефти снижается. Тем не менее, в случае, если это снижение будет продолжительным, они вынуждены будут снижать ее и на внутреннем рынке. А бывает такое, что цены на нефть и, во всяком случае, на энерго-носители эти, они тянут за собой цены на все остальное вниз? Потому что, ну, если, допустим, бензин будет стоить 15 рублей, да, то, значит, и пассивная пройдет в нашей стране намного дешевле. Это значит, товары потребления опустятся. Но в нашей стране я никогда не наблюдал таких тенденций. Ну, скажем так, здесь, когда идет нестабильная ситуация, как сейчас, да, как была в 2008 году, мы наблюдаем другой процесс немножечко, инфляционный, за счет импорта, которого очень много у нас в стране. И этот импорт сказывается на инфляции. Безусловно, для некоторых групп товаров, как было в 2008 году, пикпассивные, те же самые, там, бензин был дешевый, дизельное топливо было дешевое, и себестоимость производства тех же самых зерновых, он был дешевле. Но сейчас мы не можем об этом говорить, потому что у нас импорт дорогой, бензин еще не снизился, и, ну, ситуация еще пока... Нестабильная из-за этого страха, да, вот эти все волнения. А когда вот скажется то, что, например, мы стараемся заместить какие-то группы продуктов местным производством, да, вот в это вкладываются какие-то деньги, и когда вот реальный рост экономики, именно там местной или российской, пойдет все-таки вверх, и показатели подрастут, они начнут падать, как вот есть почему-то. По моим личным ожиданиям, экономика сейчас находится только еще в стадии снижения, в середине, может быть, этого снижения, и на самые минимумы мы можем достигнуть весной, летом следующего года. Соответственно, разворот может произойти только с лета. В общем, до лета мы не ждем ничего хорошего, в принципе, пока. Пока ничего хорошего я не ожидаю, учитывая то, что у нас сейчас еще санкции продолжают действовать, и они будут действовать первый пакет до марта-апреля, второй пакет до июля-августа, то говорить о том, что у нас улучшится ситуация... Раньше марта нам ничего не светит. Да, ну в смысле... Я бы даже сказал в середину года, именно потому что там были основные, основной пакет санкций, направленный против банков, например, которым сейчас не дают привлекать денежные средства, а банки это двигатели экономики, они дают денежные средства на развитие компаний. Сейчас денег нет внутри страны, и тем самым привлекают вклады от населения, но этот объем, он не позволит подтолкнуть экономику вверх. Денис Баранов вот скопил, спрашивал, поможет или нет российской экономики, сказал, передайте Дмитрию, может быть, он вольет их в нужное дело. Ну, есть и позитивный момент, у меня сегодня у супруги день рождения, я бы хотел ее поздравить с этим, не забывайте жить и в том числе такими радостями, я ее очень сильно люблю и обожаю. А как зовут супругу? Анну. Поздравляю Анну. Мы присоединяемся. С днем рождения вас. Мне кажется, вот, если уж когда-то и было время для того, чтобы делать упор на чувства в нашей жизни, да, то это как раз во времена кризисов. Вот давайте оставимся вот эти распри и денежные штуки где-то позади и будем просто наслаждаться, ну, тем, что у нас классная зима, тем, что у нас там здоровые близкие, тем, что совсем скоро Новый год, а все остальное, оно все равно от нас не зависит, какой толк от него переживать. Но Дмитрий за это всегда поможет вам. На этом как-нибудь да заработать. Да, любите друг друга. Мы продолжаем нашу программу, немного полезной информации от наших партнеров, после вернемся в студию. Доброе утро. Спасибо, что начинаете свой день именно с телеканалом ТВК. Зачем у меня в руках вкусный ягель, узнаете буквально через минутку, а сейчас прогноз погоды на сегодня. 9 декабря, во вторник, синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Сейчас как раз таки снег тоже идет. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду, давление существенно не изменится. Утром температура воздуха минус 12 градусов, по сравнению со вчерашним днем, действительно прохладно. Если у вас такой же колпак, как у меня, то уши замерзнут. Минус 9 будет днем и минус 11 вечером. Спонсор прогноза погоды в новом утре – сеть салонов света «Люсар». Встречайте коллекцию люстр и светильников 2015 года. Доброе утро еще раз. Саша, вот тебе не повезло, у тебя ягеля нет, а у меня ягель есть. Я просто знаю, что Василий чувствует себя сегодня как дома, ведь именно на таких оленях он когда-то ездил в школу. Мы кое-как его стащили с этого замечательного животного сегодня. Это как привет из моего якутского прошлого. Да, это действительно у нас настоящие северные оленя, если быть точным, олениха, потому что это девочка Бегги, мы с ней познакомимся. На, покушай, моя хорошая, покушай. Мы… О, вырвало все, ну и ешь. С земли, а не из рук, красавица. Мы с ней познакомимся после рубрики «Киношка». Ирина Иванова расскажет вам о съемках фильма «Константин. Повелитель тьмы». Почему поклонники комикса, когда вышел этот фильм 10 лет назад, просто возненавидели Киану Ривза и хотели закидать его помидорами и ягелем. Отметивший в этом году 50-летний юбилей, актер Киану Ривза жалуется, что ему сейчас все реже предлагают роли. В одном из интервью он поделился, что мечтал сыграть Росомаху и Бэтмена, но по разным причинам не смог этого сделать и сейчас сильно жалеет. А ведь было время, когда актер был нарасхват. Так на съемки ужасов «Константин» его пригласили на следующий же день после окончания съемок в «Матрице». Руководство издания комиксов о Константине было удивлено выбором киностудии. В комиксах герой блондин, а Киану Ривз не похож на европейца. Но упор сделали не на внешности, а на сути его отношения к миру. И не прогадали. Даже верные фанаты комикса впоследствии приняли Киану Ривза на ура. Была идея осветлить волосы Киану, но мы ее отвергли. И поначалу плащ для героя должен был быть оливкового цвета, но актер в нем терялся. А вот черный плащ подошел ему гораздо больше, на нем и остановились. Одним из мучительных вопросов для создателей фильма стало, как представить образ Сатаны. В разных фильмах он был уже и ребенком, и зверем, и женщиной. Режиссеру «Дьявол» представлялся кем-то мерзким, противным и абсолютно равнодушным. Позвать на роль решили Питера Стормора. Я не хотел много грима или каких-то силиконовых накладок. Сказал, что лучше сыграю лицом. Пусть зритель включает воображение. К тому же, что больше всего и страшно, дьявол всегда разный. И трудно ухватить то, как он должен выглядеть и в какой форме существовать. Сцены, в которых показан ад, пришли в голову одному из аниматоров. В нашем адском ландшафте царит тот момент, когда тепловая волна от ядерного взрыва сметает все, пока ее не рассеивает ударная волна. Мы пересмотрели множество видеовзрывов, чтобы ухватить нужный визуальный ряд. А еще в наши сцены мы добавили эффект Марьева, какой бывает от сильного жара, чтобы картинка как будто поплыла. Крылья ангелов не должны были выглядеть белыми и пушистыми. Задача была сделать их реальными, похожими на крылья птиц. По-настоящему создали только одни крылья, чтобы понимать, как в той или иной сцене они отражают свет. А все остальные были нарисованы. Фильму Константин в следующем году исполняется 10 лет. Но тема добра и зла вечно, поэтому у картины наверняка еще долгая жизнь. До встречи в следующий вторник. Доброе утро! Мы прямо застали, засмотрелись на сегодняшнего нашего друга. Как зовут? Это Бэгги. Бэгги. А вот я, знаешь, хотел спросить, когда трогал оленя, боятся оленей щекотки? Да вряд ли. Екатерина Михайловна, методист парка флора и фауны Роя Фрачей сегодня у нас в гостях. Я просто вам не представляю, потому что вы наверняка все ее уже знаете. Но еще стоит сказать, что Равиль сегодня у нас заведующий по ягелю. Он помогает нам кормить Бэгги. И главный по оленю. Да, Кать, расскажи, где можно с оленем встретиться. Понятно, сейчас он на Копылово 50. Замечательная акция от Роева ручья в эти выходные 13 и 14 на острове Татышем. Будет наш олень гулять, будут гулять наши хаски, можно будет на них прокатиться платно. Но любить этих животных можно абсолютно бесплатно. Фотографироваться с ними, обниматься. Особенно, ну, олени, может, не так любят, когда их обнимают. Их можно так легонько погладить и сфотографироваться с ними. А хаски обниматься обожают. Они всех оближутся, всеми обнимутся обязательно. Очень веселые ребята. Так что на остров Татышев там будет открытие зимнего сезона, большой праздник. И там будем мы с нашими животными. И поэтому всех приглашаем приходить. И приглашаем еще всех на наш парад снеговиков. Вот это, наверное, главное событие будет декабря, 21 декабря. Все наряжаемся в снеговиков. Заявки оставляем на лепку снеговиков из ранее заготовленных фигур. Там будет конкурс на лучшую снежную бабу, лучшего снежного мужика, самого большого снеговика, самого маленького снеговика-зверя. И много-много номинаций, в которых можно победить не только лично, но и семьей, либо корпоративом своим, компанией своей, да. Так что вот такие сюрпризы от Троего ручья. Этой зимой. Что касается Бэгги, она прям с севера прибыла сюда? Бэгги у нас в Ройвом Враче уже давно живет. Она, по-моему, даже у нас родилась. Да. Но есть у нас новые олени. Они пока еще карантин проходят. Это три оленя, которые прям с севера. Вот недавно на самолете, которые летели сначала на вертолете, потом на самолете. Они сейчас пока еще у нас в отдельном вольерчике. За ними следят ведь врачи. Как только месяц пройдет карантинирование, они тоже выйдут к людям и будут с ними с удовольствием общаться. Катя, а вот длина рогов что-нибудь значит у оленей? Вы знаете... Или это только у людей она как-то не связана? У северных оленей это единственные из всех оленей, у которых рога меняются и у самцов, и у самок. То есть у всех других оленей самки без роги. А вот у северных им же надо выковыривать из-под снега, это ягель. Поэтому есть рожки. Я думаю, просто у них гулящие самцы. Но не в этом. Нет. И самочка, вот если самец ежегодно меняет рога, а самочка их меняет тогда, когда у нее рождается малыш. Да. На-на-на, покушай, покушай. Но я же тут держу для тебя ягель. Вот это запасы ягеля, которые Василий с собой привез в Якутии. До сих пор. В 2004 году приехал туда. В 2004 году. Вот этот мешок хранил он как раз для этой встречи. Кстати, да, когда будут красноярцы встречаться с нашими оленями, хочу предупредить, кормить их не надо. Даже ягелем? Ну, ягель, если у кого-то есть. Вдруг у кого-то есть ягель. Наверное, нет. Но лучше поверенным, который сотрудник парка привезет. Который прошел ветоконтроль у нас. Потому что очень рацион у них сложный. Там и брусника у них, и грибы каждый день. И обязательно ягель, то есть свой такой сбалансированный корм. Поэтому морковка даже обычная будет им лишнее. Не нужно их кормить. Видишь, это вот наглядно то, что сыроедение очень полезно, да? Зимой вот олень. Да, а если человек, то могут быть проблемы. Могут быть проблемы, да. Ты просто поздравил. При всем сыроедам привет сегодня. Привет сыроедам, да. Ну, давай, давай. Ой, как приятно. А можно будет так же... Питайтесь правильно, как наши олени. Вот так скажу. А будет на площадке, где будет олень, да, от парка флоры и фауны Роев ручей, вот ягель, который можно вот так же из рук взять и покормить? Нет, ягель мы им даем в ограниченном количестве. Потому что это у нас лакомство, и он распределен на каждого оленя. Поэтому нет, лишнего кормить не будем. Кстати, у нас же 14 декабря уже в это воскресенье откроется заимка Деда Мороза. Олени тоже там будут. У нас построили в Роевом ручее избушку замечательную такую. Там сидит Дедушка Мороз, там сказочная мебель. Там будут олени, хаски, то есть такие северные животные. Тоже можно прийти, сфотографироваться, написать письмо Деду Морозу и провести там хорошо время. Но я думаю, самое интересное, это пофотографироваться там. Давайте еще раз поговорим, куда нужно и когда приходить. Потому что вдруг кто-то только что включился и увидел оленей, и не знает, как с ним познакомиться поближе. 13 и 14 декабря на острове Татыши в открытие зимнего сезона будут наши олени, хаски, работать прокат платный, а бесплатно можно будет с ними сфотографироваться, полюбить их, обнять. 14 декабря в Роевом ручее открытие заимки Деда Мороза в Красноярске. Это первое такое, как сказать, капитальное место обитания Деда Мороза в Красноярске. С домом, с Дедом Морозом, с оленями. С домом, с оленями совсем, да. И 21-го готовимся все к параду снеговиков, фу, тренируемся лепить снеговиков и шьем себе замечательные костюмы. Отлично. Ну и дополнительно вы можете следить за событиями парка Флоры и Пауны Роев-Ручей. На сайте есть афиши событий, ну и группа ВКонтакте. Лично я так и делаю. Да, олень? Я же не соврал ничего, Бэгги. Хорошая. Саша, ты мне завидуешь, что я так близко к этой самке? Ну, я... Ты замолчал просто, я не знаю, как будто бы воды в рот набрал. Погнать ее, не бойся. Пока мы гладим оленей, друзья, давайте посмотрим, что день, предыдущий нам, да, несет в плане гороскопа. Тетя, какая пушистая, такая классная. Улыбнитесь новому утру, с вами гороскоп. Овны, вас ждет активный трудовой день. Нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Тельцы, вам просто необходимо внести в жизнь перемены, начать активно отдыхать и заводить новые знакомства. Вы засиделись на одном месте. Близнецы, отличный день для домашних хлопот. Пора освободить свой дом от ненужного хлама. Старые вещи раздайте нуждающимся. Раки, эксперименты с имиджем едва ли будут успешными. Да и покупку одежды лучше отложить. Сегодня вы склонны выбирать неудачные варианты. Львы, вам следует обсудить с близкими семейные проблемы. Старайтесь разрешить любые разногласия мирным путем. Идите первыми на контакт. Девы, некоторые из вас чувствуют себя агентами 007. Тайная связь и секретная переписка вас уже не пугают. Поверьте, такие отношения могут принести вред. Весы, вероятны расстройства нервной системы и приступы беспокойства. Но вечерний отдых в кругу друзей вас спасет. Скорпионы, избегайте суеты и уделите больше внимания заботе о близких. Вероятен звонок от старого друга, с которым вы давно не виделись. Стрельцы, тщательнее проверяйте свои шаги. С действиями лучше не спешить. А партнерам не стоит доверять на все сто. Они могут сегодня разочаровать. Козероги, возможны незначительные проблемы со здоровьем. Главное, не торопитесь заниматься самолечением. Лучше купите вечером фрукты и сразу съешьте. Водолеи, хватит сломя голову гоняться за деньгами, прибылью и карьерой. Пора обратить внимание и на свое здоровье. Рыба, берегите репутацию. Завистники могут распустить неприятные слухи о вас. И есть опасность, что какая-то влиятельная персона им поверит. 7 часов и 58 минут. Всем еще раз доброе утро. Просто хотел сказать, что у нас сегодня все действительно в прямом эфире, потому что... У тебя красный нос. Да там вообще мне показалось очень холодно. От оленей мы опять возвращаемся к козам, точнее к продуктам козьей жизнедеятельности. Да, наш корреспондент Алена Понеделко сегодня с утра пораньше появилась вместе с козьим молоком, с творог ты еще с собой взяла, масло сливочное было у тебя. Да, одно яйцо. Одно яйцо. Сода. Масло сливочное ты сказала, да. Сода и соль. Сода и соль. И в итоге у нас получился козий сыр. Посмотрите, как это было. Расскажи, пожалуйста, все стадии. С самого начала. Начнем вкратце. В холодное молоко мы добавили... Козье. В холодное козье молоко мы добавили козий творог. Довели до кипения, покипятили 5 минут. Потом слили. Получилась такая масса. Масса. Творожная, так сказать. Потом мы эту творожную массу поставили также на огонь. В кастрюльке добавили туда масло сливочное, соду, соль, взбитое яйцо. И еще раз поплавили 5 минут. Вместе с желтком взбитое яйцо, да? Да, вместе с желтком взбитое яйцо. Потом. Потом. Через маршручку. Уложи... Уже сделали это, я просто. Саша, да. Потом мы выложили эту массу. Вот она такого была, такой консистенции была. Мы ее положили на пленку пищевую и придали форму колбаске. Вот в итоге что у нас получилось. Полежала она у нас совсем немного, но полчасика, может быть, минут 40. На самом деле сыр должен настояться хотя бы сутки. Сутки? В идеале, в идеале, да. Мне кажется, это было бы классно, как в сериале. Мы бы сделали долгоиграющую штуку. Если бы ты сейчас его не стала резать, мы бы его завтра отрезали. Ну давайте хотя бы кусочков отрежем и посмотрим, как он внутри выглядит. Я знаю человека, который как в Чипоедейле, помните, был такой Рокфор? Рокфор! Вот это Василий Баранов. Нам нужна вилка. Он будет ждать до завтра или до послезавтра, пока этот сыр будет у нас охлаждаться. Хочется сейчас? Он сейчас слишком мягкий, поэтому он такой вот... Он такой творожный сыр пока, но если он настоится хотя бы сутки в холодильнике, то уже будет реально настоящий сыр. Прямо нам такими щедрыми кусками, да? Прямо что-то режешь много. Давай чуть-чуть попробуем. Я думаю, его невозможно разрезать пока что по-другому, поэтому вот такие кусочки. Вы можете их делить. Таня, отрывай моего куска. Операция. Держи. Ну пахнет сыром. Он теплый. Чем-то на брынзу похоже. Кузя брынза. Очень похож на брынзу, но он еще очень теплый. Его надо, мне кажется, постудить, чтобы понять, насколько он вкусный. Давайте подождем. Скажите, что он вкусный. Скажите честно, он очень вкусный. Я не знаю, он нормальный. Я не могу оценить вкус сыра, когда он теплый. Я никогда в жизни не ел теплого сыра. До сегодняшнего дня. А мне понравилось. Мне тоже понравилось. А мне кажется, это очень вкусно. Честно-пречестно, очень вкусно. До сегодняшнего дня я ни разу еще не ел сыр, который был приготовлен из молока утренней дойки. Мы сегодня в 6.30 козочку подоили, и из этого молока Алена сделала сыр. Алена, ты хозяюшка. Ой, я молодец. Молодец. Кормилица наша. А я пошел. Кормилица. Да, кстати, мы забыли у Ирины, нашей гости, которая сегодня к нам в студию привезла вот этих козочек, спросить, а каким образом красноярцы могут попробовать козье молоко? У Ирины, так ее зовут, правильно, у нее есть группа ВКонтакте, так и называется, молочная река. Если красноярцы туда зайдут, там вся информация есть. Или иначе там в поисковике можете вводить козье молоко в Красноярске, тоже попадете на эту группу как раз-таки. Находится эта козья ферма в Минино, но Ирина приезжает в Красноярск с этой продукцией, вот, можно все это разузнать в группе ВКонтакте. Очень вкусненько. Пока мы тут дегустируем сыр, продолжаем его есть, я думаю, что не дождется он заморозки, этот сыр. Саша вам расскажет новости. Прямо сейчас, утренние новости. Доброе утро, друзья. Замминистр иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американцы иске санкции направлены на создание в России условий для смены власти, так сообщает САС. Такое мнение он высказал в ходе слушаний в Госдуме по вопросу об отношениях России и США. То, что целью санкций является создание социально-экономических условий для осуществления смены власти в России, фактически не скрывается, заявил Рябков. По его мнению, Вашингтон также оказывает давление на своих союзников ради того, чтобы они продолжали антироссийский курс. При этом Рябков подчеркнул, что обострение в отношениях между Россией и Соединенными Штатами не вызывает паники в Москве. Мы не испытываем нервозности от происходящего, стараемся действовать взвешенно, сами контакты не рубим. Наши ответные меры носят выверенный, взвешенный, сбалансированный характер. У нас есть свои контрсписки, но мы их не обнародуем, подчеркнул Рябков. Также он отметил, что отношения между Россией и США начали лихорадить задолго до Украины. Так, по его словам, перезагрузка в российско-американских отношениях фактически прекратилась к началу второго президентского срока Барака Обамы. Ну а в Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который прописал у себя в гостинке 248 человек. Официальный красноярец не работал, но фиктивная регистрация приносила ему хороший доход. В газетах и интернете он размещал объявления об оформлении прописки, разумеется, без предоставления жилья. Брал за это вознаграждение и таким образом за 2014-й заработал около 4 миллионов рублей. В настоящее время в отношении красноярца продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну и интересная новость. Специалисты по кибербезопасности Великобритании, вот хоть в чем-то Россия номер один, теперь назвали Россию страной самых опасных и квалифицированных хакеров в мире. Так полагают примерно 34% опрошенных экспертов. Это связано с лучшим уровнем образования и политической мотивацией. На втором месте находятся киберпреступники из Китая. На доле Великобритании пришлось всего 10% голосов экспертов, причем согласно исследованию примерно 75% IT-специалистов полагают, что отсутствие квалифицированных хакеров Великобритании делает ее доступной мишенью для преступников из других стран. Присвоить определенную национальность хакерам это сложная задача, поскольку злоумышленники часто маскируют свою деятельность, скрывая настоящие данные о себе, сообщается в докладе. Ну и давайте посмотрим на то, что волнует нас помимо киберпреступности. Это, конечно, пробки в нашем городе. На мониторе Яндекс.Пробки в эти минуты только что перелистнулось значение светофора в баллах. Там сейчас стало 7 баллов. Напомню, что еще полчаса назад этот показатель был равен 2. И что касается того, что в эти минуты происходит, вот высотная и перекресток улицы Стасова, вы можете видеть плотный-плотный поток автомобилей, как вниз, так и вверх. Я не знаю, я честно вам скажу, я очень и искренне сочувствую жителям ботанического района, потому что мне кажется, им так тяжело добраться каждый день до работы или до дома. И то, что делают власти, застраивает эти районы, конечно, это очень печально, друзья. Но давайте перейдем от лирики к тому, как предстоит нам двигаться. Вот Шахтеров-Молоково, перекресток мы тоже здесь видим, везде светфар. Если вот обратиться на Яндекс.Монитор, то как раз на улице Высотной произошла сегодня авария. Уже этим утром кто-то это сделал. Левый ряд 4 минуты назад врезались. Следующая авария случилась на Свободном. 26-й автобус в сторону Космоса, перекресток, правый ряд. Уточняют пользователи Яндекс.Карт на улице Копылова. Южный проезд, как всегда, в эти минуты стоит. Перекрестка с улицей Пушкина и Ладохи Цхавели. Если мы спускаемся в центр, то здесь сильно красных затруднений по Яндекс.Картам мы не наблюдаем. Коммунальный мост сейчас довольно свободный. Вот улица Матросова немного красного цвета, но и, конечно, примыкающий к кольцу предмостной площади Красраб тоже немного затруднено движение. Из остального, в принципе, таких колоссальных затруднений и серьезных аварий пока нигде не зафиксировано. На Мичурино есть одна авария, но сильно движению пока не мешает, хотя случилось уже 50 минут назад. Вы знаете, вчера я заметил просто невероятное количество аварий в нашем городе. Ну, правда, было просто... Ну, я такого еще не видел. И при этом, к сожалению, их почему-то никто не разбирал. Вот такая печальная ситуация. Давайте еще немного о печальном поговорим. Это курсы валют на сегодняшний день. Вот как они выглядят. Итак, цена американской валюты сегодня 53 рубля и 30 копеек, а единой европейской валюты 65 рублей и 42 копейки. У нас есть еще одно поздравление, объявление. Андрюша, напомните мне, пожалуйста. Наш голкипер сборной Роман Черных, он же голкипер команды Енисей. Вчера у него родился сын, поэтому мы его с этим и поздравляем, поскольку у нас есть хоккейные фанаты. Вот так что, друзья, мы очень болеем. Болеем за Енисей и поздравляем нашего Романа Черных. Теперь хорошего вам утра. Сейчас мы будем говорить наверняка о модных новинках. Утренние новости. 8 часов и 7 минут. Всем доброе утро. Где в нашем городе можно научиться стильно одеваться? Ну, чтобы, например, удивить своим шикарным нарядом коллег на предстоящих корпоративных праздниках. Об этом расскажет наш замечательный эксперт в модной индустрии Юлия Уколова. Буквально через одну минуту. Ну, а сейчас у нас авторская рубрика Василия Баранова. Поделкой сегодня сделаем Деда Мороза с деревянной бородой. Удивительно, но деревянные палочки от мороженого, которые вы съели летом, могут пригодиться вам зимой, когда вы так же, как и я, будете мастерить открытки. Начнем с того, что одну деревянную палочку покроем акриловой краской, верхушку красным цветом, а нижнюю часть белым. Пока краска сохнет, можно вырезать из картона заготовку для открытки. Белый картон складываем пополам, таким образом, чтобы получился вытянутый прямоугольник. Углы на лицевой стороне я предлагаю либо скруглить ножницами, либо, если у вас есть угловой дырокол, воспользоваться им. Теперь мне понадобится красный картон. Вырезаем из него треугольник и приклеиваем на лицевую сторону открытки. На этом треугольнике должно появиться еще две тонкие полоски. Белая внизу, черная посередине и небольшой желтый квадратик прямо на черной полосе. Это будет пряжка. Пришло время к этому коллажу добавить палочку. Приклеиваем ее также универсальным клеем и дополняем бумажными усами, двумя помпонами, красным и белым, и глазками, нарисованными маркером. Ручки и ноги рисуем сначала карандашом, а затем обводим ручкой либо фломастером. Открытка завершена. Кстати, используя эти же материалы, можно смастерить и другую открытку, большего размера, на которой поселятся сразу несколько снеговиков с палочками разной длины. Восемь часов и девять минут. Вот мы и добрались до очень красивой стильной темы. Давайте знакомимся сегодня в нашей студии Юлия Уколова, стилист-имиджмейкер, наш модный эксперт. Полина Мельникова и Татьяна Филатова, выпускницы Академии стиля, стилист-имиджмейкеры. Теперь уже доброе утро. Доброе утро. Ну, если вы до сих пор еще, милые дамы Красноярска, не знаете о том, что в нашем городе есть Академия стиля, тогда информация сейчас прямо вот в цель попадет, потому что, Юля, расскажи, пожалуйста, про эту Академию. Ты создатель, ты руководитель, ты преподаватель этой Академии. Совершенно верно. Академия стиля сама создавала, потому что когда-то я была увлечена и модой, и красотой, и влюблена была в эту профессию. Получала несколько образований в разных сферах деятельности, в разных странах, потому что менталитет стран имеет большое значение. Поэтому когда уже получила достаточно большой опыт и практики, тогда была организована именно Академия стиля, где я с удовольствием, огромным удовольствием и опытом делюсь со своими коллегами. Я их не могу назвать студентами, потому что, по большому счету, мы потом продолжаем совместно работать, вести совместные мероприятия. Поэтому это мои коллеги. Любой ли человек, любая дама может попасть в Академию стиля? Или это только для тех, кто уже в профессии находится? Я хочу сказать, что может любой, тот, кто желает и тот, кто любит моду. А можно тогда спросить у выпускниц, а что это дает, да, девушке? Как-то меняется после этого жизнь? Вы иначе относитесь к гардеробу? Ну, во-первых, ты начинаешь понимать, да, как рационально его составлять. То есть, ну, шкаф, естественно, наполняется нужными вещами. Ты начинаешь понимать пропорции, понимать цвет, да, ну и, соответственно, все это на себя и не только на себя примерять. То есть, Полин, вы туда пришли для того, чтобы себя правильно одеть? Изначально мне хотелось и себя правильно одеть, и мне, в принципе, сфера деятельности, стилистика и имиджология была интересна и близка. То есть, ну, я предполагала, что, возможно, это станет моей новой профессией, потому что так я занимаюсь, ну, и работаю в рекламе различными делами, вот. Ну и, соответственно, вот, наверное... Я сама выпускница Академии стиля, поэтому могу сказать и о своих ощущениях. Я-то затесался один без образования модного, блин. Ничего, мы будем делиться щедро с тобой. Я знаю, что, Юля, к тебе приходят учиться женщины разных возрастов, и молоденькие девушки, и девушки уже в таком, ну, более зрелом возрасте. Татьяна, хочу вас спросить, а вот зачем женщине вообще идти в Академию стиля? Я могу ответить словами из песни Юрия Николаевна. Николаева, у меня на это пять причин. Первая причина – это моя мама, я в детстве, когда я смотрела, она открывала шкаф, судорожно перебирала на плечиках платья и говорила моему отцу, что буквально нечего одеть, нечего носить, не нравится платье. И тогда я думала, а как же, что должно быть в гардеробе, чтобы это ей нравилось, и можно было потом одеть на себя. Вторая причина – это моя дочь, которая стала расти, и также мне требовалось ей внимания, чтобы рассказать о том, что произвести первое впечатление второго раза не предвидится. Третья – это моя работа, когда я шла к своим ребятам, я также думала о том, что мне нужно быть красивой, они должны полюбить меня. Четвертая причина – это новые тренды, бренды, имидж, парный имидж, чтобы не запутаться в этих понятиях. А вы уже начинаете прям понятиями сыпать и сыпать. Надо разбираться, надо быть в курсе. Ну и, конечно, пятая причина – это моя новая деятельность, профессия. Я всегда стремилась к моде, красоте, и в этом мне помогла Академия стиля. Милые дамы, теперь это ваша профессия? Да. А я знаю, что с Юлей у вас были какие-то совместные проекты накануне. Расскажите об этом, что вы делали. Не так давно мы участвовали в модном показе, как раз создавали лук для моделей, ну и также проводили стильное воскресенье, один такой интересный проект, где давали мастер-классы и рассказывали нашим красноярцам о том, под какой тип фигуры, какие фасонные, более оптимальные. Ну и также делились своими, так сказать, секретами, которыми с нами поделилась однажды Юля. Так много информации. Сколько времени прошло с момента, когда вы стали выпускницами, и вот сейчас вы уже в профессии работаете? Ну, сейчас уже, наверное, три года. Да, три года. А мне интересно, какой срок обучения? Это же все-таки и ученицы, да, они не студентки, которые могут себе как очницы целыми днями ходить, там, по утрам. Вот как подстраивается под рабочий график? На самом деле, очень верный вопрос. Дело в том, что нельзя получить образование, скажем, за два-три дня, или там, когда говорят, я прошла курс целых пять дней. Это на самом деле невозможно, девушки об этом подтвердят. Это минимальное образование, где-то полтора-два месяца. И это, скажем, первоначальная база. Теперь, если я продвинулся курс, тогда, когда мы проводим конференции, тогда, когда мы развиваемся, работаем. Потому что в этой профессии нельзя останавливаться. Есть необходимость постоянно общаться, постоянно продвигать что-то новое, создавать, творить. Могу добавить еще? Непосредственно очень интересный формат самообучения, да? То есть это интересные презентации, это выходы в магазины, это практика, это теоретический материал. Ну, то есть и тренируется, и, так сказать, мускул, да, модный. То есть, ну, ты смотришь и напитываешься вот этой информацией. Ну, и сама подача материала очень легкая, очень комфортная и, ну, такая интересная. По-женски все, я же знаю. Мы брали эти модные журналы, ножницы, вырезали. Что нет легких тетрадок, вот, огромных. Очень маленькое количество, в основном все на практике, на практике, потом Юля как-то поправляет. То есть это правда весело. И время, ведь оно должно же быть удобным для тех, кто работает, кто там, мамочки и тучи. Поставляется индивидуально. То есть мы собираемся, ну, нашим, так сказать, нашим курсом, нашей командой, и уже конкретно смотрим, ну, согласовываем, как удобнее. Очень важный момент, чтобы во время занятия не сидели, не писали, как в институте. Поэтому есть специальный раздаточный материал. Во время учебы самое главное – это уметь фиксировать свои мысли или свои идеи. Последний вопрос. Я думаю, что масса наших телезрительниц и очаровательных задумались о том, как попасть в Академию. Ближайший курс когда открывается? В конце декабря будет первое вводное занятие, где будут презентоваться, рассказывать, и буду уже показывать. Оно бесплатное, как правило, вводное занятие. Предварительно записываемся, чтобы человек понимал, надо ли и стоит ли ему оказаться именно здесь. Куда звонить? 2-95-17-20. Звоните, сделайте себе хороший подарок, и будете в новом году еще красивее, и знать, как составлять свой гардероб. Юлия Уколова – создатель Академии стиля, а также Полина Мельникова и Татьяна Филатова – выпускницы Академии стиля, ныне стилисты-имиджмейкеры, сегодня в нашей студии побывали. Да, сейчас мы прервемся на небольшой блок полезной информации. Оставайтесь с нашим телеканалом. Здравствуйте и хорошего утра. Екатерина Егорова, представитель «Чудо-магазина» сегодня у нас в гостях. И Василий пытается воспользоваться случаем для того, чтобы обкатать вот этот замечательный массажер для ног. Да, он очень удобен тем, что, смотрите, у меня есть пульт дистанционного управления, я могу запустить массаж, даже, в общем-то, не наклоняясь. Ну, когда я запущу тебе массаж? А что это ты? Включили? Массаж мне он будет. О, да! И пошел массаж. Катя, расскажи, пожалуйста, ведь можно не только ступню туда помещать, можно еще что-то массировать. Совершенно верно. Массажер блаженства предназначен для массажа не только... Массажер блаженства? Блаженства, неспроста оно так называется, я думаю, у Василий поделится потом своими впечатлениями. Он также предназначен для массажа щиколоток. В принципе, можно в любом положении его использовать, можно сидя использовать его внизу, можно поставить его чуть повыше, развалиться на диване, поместить туда ножки и наслаждаться массажем уже в другом положении. При этом массажер, конечно же, стимулирует кровообращение, он повышает тонус и снимает стресс. Это очень, кстати, полезно не только для мужчин, но и для женщин, которые привыкли на работе или где-то постоянно бегать на каблуках, у которых устают ножки. Да, очень удобная штука, можно спрятать ее под рабочим столом возле компьютера, и пока коллеги ходят, грустят, у тебя массаж. Мне кажется, если бы была автомобильная версия, то наши маршрутчики могли бы курить, пить кофе, давать сдачу, а ноги оставлять в этом массаже. Да, обращайтесь в Чудо-магазин 244-4010, готовьтесь к Новому году уже сейчас и приобретайте хорошие полезные подарки для родных и близких. Сейчас тетя Таня расскажет вам о томатах, какие выбрать самые вкусные и крепкие. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодняшняя тема – засолочные томаты. Мы все предпочитаем в засолку отправлять такие томаты, которые проходят в горло любой банки. Они должны обладать определенными свойствами. Нам нравятся все вытянутые, ну и круглые, как добавка обязательно, потому что все-таки вот, допустим, красные и желтые томаты, одни вытянутые, одни круглые, всегда красивые эстетически. Вот в руках у меня сорт, называется гибрид, не просто сорт, Мариса, и их томаты будут от 150 до 180 грамм. И в течение двух месяцев Мариса будет прекрасно храниться, и у нее не будет так вот подвидать поверхность. У некоторых помидор это происходит? У нее нет. Значит, это снежана. В стадии молочной зрелости она почти такого цвета сливок. Значит, и, конечно, искра Сибири, а это улучшенная искорка. Вам она уже давно знакома. Томаты имеют форму, видите, какую сливовидную, и они очень хороши на вкус, они все достаточно плотные, и даже в стадии вот таких вот красных томатов они ведут себя очень хорошо. То есть в засолке они не лопаются, не становятся внутри мягкими, а с них снимается только шкурка. Попробуйте, вам очень понравится. Ну, эти томаты, естественно, предназначены для пленочных теплиц, скажем так, и для открытого грунта. То есть мы их закрываем первое время от возвратных заморозков, а все остальное они сделают сами. Если высота томата выше 60 сантиметров, вы все уже помните, да, частично там, допустим, они 80 сантиметров, значит, 20 сантиметров будут посынковаться. То есть мы убираем их просто многообразие, их цветов частично выстригаем, потому что они столько куст не выкормят, а мы должны получить полноценные томаты, которые действительно хороши будут в засолке. Ну, и на салат они тоже годятся, потому что они не очень поздние. Они имеют средний ранний срок созревания и средний. Это говорит о том, что они имеют достаточное количество томатов на одном кусте. Это 4, а то и 5 килограмм. А это полное ведро 8 килограмм, 10-литровое. А это очень хорошо для одного куста томатов. Очень рекомендую. Мариса, Снежана и Искра Сибири. Всего вам доброго. До свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Доброе утро, студия. Доброе утро, красноярцы. В эфире православная рубрика «Светлый день». Меня зовут Алексей Язев. Вчера в России закончился футбольный сезон. Не самый удачный, мягко говоря. Кстати, в этой игре миллионеров есть люди, для которых вера – очень важная составляющая часть жизни. Вот тройка православных футболистов, которые удивили редакцию «Светлого дня». Матея Кешман. Сербия. Форвард, повесивший бутсы на гвоздь 3 года назад, наколотил за карьеру почти 260 голов. Поиграл за такие топ-клубы, как «Челси», «Атлетика Матрит» и «ПСВ». Когда в составе «Челси» Кешман прилетел в Москву на матч Лиги Чемпионов, он выкроил время, чтобы посетить храм Христа Спасителя и Покровскую церковь. На плече футболиста – лик его святого покровителя, апостола Матфея. А на руке татуировка «Меня может судить только Бог». Но сам Матея признает, что его страсть к дату от лукавого, и он борется с ней по мере сил. Я много читаю, правда, все книги, связанные с религией. В том числе, благодаря книгам «Я многое знаю о России». Я восхищаюсь Серафимом Саровским и молюсь ему практически каждый день. Андрей Кирлик – Украина. Один из самых авторитетных украинских футболистов 90-х и нулевых. В чемпионате Украины провел 331 матч. Был капитаном одесского черноморца. Завершил карьеру в 2008 году, а в марте 2009-го его рукоположили в диаконы. Сейчас Андрей Кирлик – настоятель храма иконы при Суде Богородицы «Призри на смирение». За несколько лет он фактически с нуля построил этот храм. Когда мы обращаемся к Богу только в житейских проблемах, это касается и спортсменов, это мне непонятно. Когда я сам играл в футбол, не раз слышал выражение «что-то нет фарта, надо пойти в церковь, свечку поставить». Это неправильные отношения с Богом, товарные. Андрей Семак – Россия. Пятикратный чемпион страны и бронзовый призер чемпионата Европы. Еще и отец семерых детей. Каждую неделю Сергей с супругой стараются причащать ребятишек, ежедневно читают вечерние молитвы. Утренний, говорит экс-футболист, а ныне тренер, не получается, слишком плотный график. Семак участвует в хрестных ходах, периодически ездит в Антонио-Мадымовский монастырь. Дружит с братьями этой обители. Кстати, по словам Сергея, многие монахи – завзятые футбольные болельщики. Кроме того, вместе с православными священниками он помогает детям-сиротам. Неудивительно, что Сергея Семака, поигравшего в ЗАЦСК «Зенит», уважают даже фанаты самого непримиримого соперника этих клубов – «Спартака». Самое главное – то, для чего создал человека Бога. Для того, чтобы творить добро и любить ближнего. Наверное, когда большинство людей будет это понимать, наверное, у нас и жизнь будет гораздо добрее и комфортнее. В процессе реставрации архиерейского дома совершен еще один важный шаг. На прошлой неделе был освящен колокол, и он уже начал звенеть вовсю. Чин освящения совершал митрополит Пантелейман в присутствии торжественной православной общественности. Архиерейский дом простоял без колокола долгие 90 лет. Дальше просьба о помощи. Восьмимесячная Ксения Храмова находится в тяжелом положении в одной из красноярских больниц. Помочь девочке может лечение в Германии. На него нужно собрать почти 5 миллионов рублей. За всеми подробностями обращайтесь на наш сайт «Православная Сибирь» или на нашу страницу ВКонтакте. 15 декабря заканчивается срок принятия заявок на медиафестиваль «Сретенская свеча». На этом конкурсе оцениваются фильмы, видеоролики и прочее творчество. На форуме будут состязаться в креативе дети и молодежь из воскресной школы Красноярской епархии. Сам фестиваль пройдет уже третий раз в феврале в Доме кино. Ну вот и все. Мы встретимся с вами в новом утре через неделю. В интернете ищите «Светлый день» на портале «Православная Сибирь» или на нашей страничке ВКонтакте. Пусть сегодняшний день будет для вас светлым, да и вся неделя тоже. И храни вас Господь. Доброе утро. 8 часов 29 минут. Не могу занять этот стул без разрешения Кристины Мигуновой, потому что зрители постоянно на меня наезжают, что я сижу, а она стоит. Она не хочет. Да, серьезно. Я не хочу сидеть. Садись. Хочешь постоять? Я хочу постоять. Ей кажется, что она эффектнее, когда стоит. Да, ну нет, не в этом дело. Мы пока презентуем сегодняшнюю тему. Целый час мы будем обсуждать животрепещущую тему, с которой сталкиваются точно все практически пары. Моя вторая половинка толстеет. Но не в смысле, что вы, вот ваша половина начала толстеть, а ваша вторая половинка, ваша девушка или ваш молодой человек. Ведь когда получаешь комфорт, да, сыто дома, спокойно, ну, как, что же не расслабиться, да? Ну, да, семейная жизнь располагает к тому, чтобы люди расширялись, и, наверное, это в какой-то мере хорошо. Тишите ваши истории на эту тему, ваше мнение на эту тему. Может быть, вас все устраивает? Да, ждем. 90-20 с пометкой утра, и вот уже буквально через 4 секунды вы сможете включить телеканал «Берец» и смотреть нас в таком стереорежиме. Включайте. Доброе утро! Вы смотрите телеканал «Берец», нас здесь много. Александр Смол, Кристина Мигунова, Василий Баранов. И кто? Татьяна Ушакова. Да, точно. Итак, сегодня мы говорим на тему, ваша вторая половинка начинает расширяться. Как вы к этому относитесь? 90-20 с пометкой утра, либо заходите в нашу группу ВКонтакте под названием «Новое утро», там тоже оставляете ваши истории, возможно, и ваши половинки там появятся на фотографических карточках. О, фотографии с удовольствием посмотрим. Кто и после. Кто осмелится вот это сделать? Ну, а может быть, они с иронией относятся. А на них немножко не получится, правильно? Ну да. Потому что лицо, можно лица обрезать. Нет, просто есть девушки, которые нормально относятся, но, по крайней мере, не сходят с ума от того, что там, ну, немножко поправился, да, мужчина. Я могу предположить, что у нас появятся фотографии, знаете, до-после. То есть была такая, стала такая. Вот такими фотографиями, в общем, люди гордятся. Да, да, да. И, в принципе, могут тоже их отправлять. Между прочим, в интернете очень большая подборка. Я вот вчера смотрела. Почему-то это все касается в основном американцев, но очень большая подборка фотографий, когда два пухлячка сошлись вместе, стали жить, и буквально прошел год, и они оба очень стройные, очень красивая, эффектная пара сразу же предстала перед моими глазами. Вот это фантастика. Но есть еще и такие пары, не надо забывать о том, что, например, парень встречается с девушкой, ну, чаще это бывает как раз-таки у парней, находит себе девушку, он говорит, я вот много ем, но я не толстею, или там, вот я не ем после шести, он начинает ее откармливать, потому что он говорит, да у тебя даже подержаться, грубо говоря, не за что, и вот начинает откармливать. Ешь капусту. Ешь, ешь, ешь. А бывает, и наоборот, знаешь, сойдутся два стройненьких, начинают жить вместе, а на ему блинчики, кашку, борщик, драники, и пошло, оладушки, и понеслось, понеслось, а он потом, ну, что ты со мной делаешь? Да, пишите, пишите свои откровенные истории, нам любопытно, как вы к этому относитесь, может быть, в вашей семье это не какая-то шокирующая история, и вам все равно главное, чтобы был дома сытый, довольный, а может быть, вы не знаете, как намекнуть уже мужу, тебе в спортзал пора, дружочек. Или жене. Да. Я думаю, что это обоюдно. Ну, это ведь правда, да, если ты давно живешь, ну, как-то же неудобно, ну, что ты скажешь? А девушке тем более, как ты скажешь, да, у нее же сразу, что ты считаешь меня толстой, я там самая плохая, что ли? Это же даже, вот как сказать? Вот как, это же нереально, без скандала намекнуть нельзя. Вы знаете, в семейной жизни, не секрет же, да, для вас, есть интимные отношения, интимная сторона, и вот если, мне кажется, что если ваша вторая половинка перестает уделять вам в этом смысле внимание, надо уже о многом задуматься, в том числе. Знаешь, еще какая есть фраза, без украшения строптивого, лучше колыхаться на волнах, чем биться о скалы. Вот так обычно оправдывают себя девушки-пусечки всегда. Да, да. Саша, а что ты так задумался? Да, я же единственный здесь, кто знает о семейной жизни, а не понаслышит. Да, да, да. Так расскажи, но вы оба стройные, как вам это удается? Да, как мы оба стройные? Ну, Женя стройная, ты стройная. Тише. У меня же был такой момент, когда он там поднабрал весы. Когда у тебя был такой... Подожди, она вчера мне это вспоминала. Вот у вас завтра тема, моя вторая половинка толстеет. Что ты скажешь? Я думаю, я говорю, я еще не думал. А ты не хочешь сказать, как я тебе... Наверное, всем расскажешь, какая я злая, как я тебя гнобила, когда ты поправился. Она знаешь, как делала всегда? Я когда поправился, она все время смотрела на мой живот. А просто смотрела, да? Просто смотрела. Я говорю, ну что ты смотришь на мой живот? Да нет, я просто так посмотрела. У меня это так... Я как бы никогда не считал себя таким... Ну, она очень жестко меня в этом держала. А сама она как? Как ей удается быть такой стройной? Мне кажется, она обычная, всегда такой была. Саша, тебе кажется, ну... Да, наверняка есть какие-то хитрости. Она мало ест у тебя, или все тебе скармливает, я не знаю. Как это происходит? Или ничего не готовите вы дома, в конце концов? Чем вы питаетесь? Ну, я не знаю. Вот я то, что бросаю ей в клетку. Перец сном. Это обычно что-то диетическое. Морковь, капуста. Йогурт, что-то там, я не знаю. Эй, лови капусту. Брокколи. Ну что, раз уж у вас такая идеальная семейная жизнь... Я расскажу вам об идеальной погоде на сегодняшний день через секунду. Прогнозы синоптиков на сегодняшний день. Вы меня так насмешили. На сегодняшний день 9 декабря. Облачный, небольшой снег. Температура воздуха этим утром минус 9, днем минус 12. К вечеру минус 11. Спонсор прогноза погоды в новом утре. Сеть салонов света «Люсар». Встречайте коллекцию люстр и светильников 2015 года. Ты обманываешься. Я не помню тебя вообще... То, что ты называешь толстым, это... А я помню. У меня было... А я помню. Вот максимум я, наверное, 85 килограммов, там 86. А для тебя оптимальный какой? Вот ты считаешь мой классный. Я бы хотел 78. 78 – идеальный для тебя вариант. Сейчас сколько? Ну, сейчас я 80, 80, там 79, 80. Ну, я бы даже 76 хотел. Я не потому, что мне нравится быть толщим, да, или что... Я просто чувствую себя легче. Ну, для тех задач, которые я ставлю перед своим телом иногда, проще, когда ты меньше вешаешь. Вот сегодня мы едем кататься, например, с гор, да, ну, на доске. Я знаю, что когда я за лето набираю там... Ну, за это лето я, слава богу, наоборот, сбросил вес. Потом тяжело подпрыгнуть. Прямо ты чувствуешь, что твое тело, оно, ну, как бы не привыкло к такому весу. Не поддаётся. Ты как с этим? Ты просто перестаёшь питаться, или ты всё-таки занимаешься чем-то? Я вообще ничего не делаю. Не перестаю ни питаться, ни питаюсь. Это как-то вот, ну, сезон происходит. Если есть какое-то увлечение, я всегда стройнею. Если увлечения нет и делать нечего, ты ходишь чай с печеньками дома постоянно ешь, ты, конечно, поправляешься, вот. А я люблю макароны, я могу съесть 7 тарелок макарон. Честно. Приносите, сварим, сварим, я вам докажу. Я в детстве, в 13 лет съел 5 тарелок спагетти, вот таких вот. Мне кажется, это заявка на эксперимент. Да-да-да, Саша. Ну, 5, 5 обещаю съесть. 5? 5 съем 100%. А какого размера должны быть тарелки? Ну, не гигант, но обычные порции. Ребят, мы отходим от темы. Мы потом за кадром это обсудим. Все тарелки и все порции. Пишите нам моя... Через неделю кто сколько сможет съесть. Да. Моя вторая половинка толстеет. Пишите нам ваши истории. Может быть, у вас рядом с вами находится вторая половинка, мужчина или женщина, и вы как-то стесняетесь сказать благоверному или благоверной, что... Может, в спортзал. ...поднабрал. А может быть, наоборот, у вас есть рецепт, как деликатно, но конкретно эффективно намекнуть своей половинке о том, что пора. Короче, сложность этой темы для меня вот в чем заключается. В том, что, например, девушки, у них есть какой-то внутренний самоконтроль. Ну, у большинства, да. У них юбка есть контрольная. Да, да. Постоянно, например, давят какие-то журналы, там, какие-то фотографии, да, она там видит свои недостатки, ей кажется, что она слишком там... Даже худым девчонкам кажется, что они толстые. Ну, что тут говорится. Да, что я тебе скажу, даже худым парням кажется, что они толстые. Вот после сегодняшней беседы. Нет, я... Да нет, не в этом суть. Я хочу сказать, что вот мужчины, в плане, когда семейные отношения начинаются, они, наоборот, больше подвержены вот этому, ну, такому, знаете, обращению к себе такому наплевательскому больше. Они могут растолстеть, да. Они думают, что это нормально ходить там с животом в 30 лет, да, ну, и там в 25. Когда ты, типа, уже всего достиг, и ты будешь такой вот, ну, такой вот, знаете, вот как это бывают эти мужчины. Ну, такие. И поэтому вот здесь мне в вторых половинах жалко девушек, которые выходили за как-то стройных парней, за мужчин, которые могут бегать еще, да. А через год он уже, ну, слово... Только ездить может. Да, и ему же об этом не скажешь, потому что у нас почему-то считается, что мужчина, ну, он может себе позволить отрастить живот, да. Ну, вот это уже нормально. Я считаю, что это ненормально. Ни для кого. Ни для мужчины, там, ни для женщин. Женщины только во время беременности. Хотя женщины могут себе больше позволить лишнего веса, чем мужчины, потому что я вот всегда считаю, что скелет, он у всех одинаковый, да, и вот лишь уникальные части нашего тела и делают нас теми, кто мы есть. Поэтому женщинам им чуть больше пышности позволено, чем мужчинам. Вот так. Авторитетное мнение от Александра Самова, но мы продолжим общаться на эту тему сразу после авторской рубрики Василия Бородова. Да, как сделать Деда Мороза не с ватной бородой, а с деревянной, бывает и такое, вы сейчас увидите. Удивительно, но деревянные палочки от мороженого, которые вы съели летом, могут пригодиться вам зимой, когда вы так же, как и я, будете мастерить открытки. Начнем с того, что одну деревянную палочку покроем акриловой краской. Верхушку красным цветом, а нижнюю часть белым. Пока краска сохнет, можно вырезать из картона заготовку для открытки. Белый картон складываем пополам, таким образом, чтобы получился вытянутый прямоугольник. Углы на лицевой стороне я предлагаю либо скруглить ножницами, либо, если у вас есть угловой дырокол, воспользоваться им. Теперь мне понадобится красный картон. Вырезаем из него треугольник и приклеиваем на лицевую сторону открытки. На этом треугольнике должно появиться еще две тонкие полоски. Белая внизу, черная посередине и небольшой желтый квадратик прямо на черной полосе. Это будет пряжка. Пришло время к этому коллажу добавить палочку. Приклеиваем ее также универсальным клеем и дополняем бумажными усами, двумя помпонами, красным и белым, и глазками, нарисованными маркером. Ручки и ноги рисуем сначала карандашом, а затем обводим ручкой либо фломастером. Открытка завершена. Кстати, используя эти же материалы, можно смастерить и другую открытку, большего размера, на которой поселятся сразу несколько снеговиков с палочками разной длины. Всем еще раз хорошего утра, друзья. Мы сегодня говорим на такую интересную тему. Моя вторая половинка толстеет. Да, встречаем утренних гостей. Да. Ирина Головина, психотерапевт. Доброе утро. Вообще, это нормальная тенденция, что когда люди сходятся, кто-то из них начинает толстеть. Часто ли проблема? Какое-то отношение вообще имеет к тому, что люди сходятся. Я не поняла вопрос. Ну, бывает такое, знаете, когда точка комфорта такая-такая достигается вот у семейных пар почему-то. Когда, ну, я вот объясню свою точку зрения. Знаю, как это в психологии. Давайте, Саш, попробуй. Когда мужчина или дама, они в таком поиске, да, им надо заработать, ну, привлечь внимание к своему телу, там, к себе как-то, в частности, из-за своего тела, они пытаются держать себя в форме. Как только ты понимаешь, что ты уже добился определенного результата, как будто золотую медаль ты на Олимпиаде уже получил и можно не заниматься, они становятся такими, ну, типа, не пойду в спортзал, поем на ночь. Ну, поняла, поняла. В этом есть доля истины, когда мы на что-то замотивированы, когда у нас есть какие-то особые интересы, когда у нас есть особые развлечения, увлечения, то, конечно, образно говоря, во-первых, ты эндорфины получаешь, вещества радости от определенных этих вещей, да, а во-вторых, ну, образно говоря, ты, наверное, даже больше в активности. А здесь у тебя как бы дом, семья, работа, дом, семья, работа, появляется некая ручина. До штампа в паспорте мужчина еще может выбирать, да, себе спустец жизни, ну, потому что это еще не закреплено государством. И также женщина может выбирать. А когда это уже случилось, можно расслабиться, других он уже не выберет, потому что сначала нужно будет развестись. А это процесс долгий. Ребят, я бы так не ставила вопрос. Вы как-то очень узко начали говорить на эту тему. Я бы так не ставила вопрос. Действительно, изменение в весе у человека происходит независимо. Сошелся он с кем-то, не сошелся. Это, во-первых, идут возрастные изменения. Первое. Доказана наука, я не буду цитировать, кем и когда, чтобы лишнюю информацию не выдавать. Я буду только голые факты говорить. Что до 30 лет лишний вес считается больше алиментарным. Алиментарное – это неправильное питание. Попсикола, кока-кола, фастфуд, перекусы – это причина до 30 лет. После 30 лет начинают включаться некоторые изменения нашей физиологии, которые у кого-то в большей степени будут проявляться, у кого-то в меньшей. Но за каждые 10 лет то, что мы называем словом «обмен веществ» на 10% снижается. Это мы называем в народе. Это на самом деле активность сердечно-сосудистой системы, дыхательная. Еще раз говорю, я как врач не буду углубляться в физиологические подробности, я буду говорить голые факты. То есть, образно говоря, к 40 годам я занимаюсь избыточным весом всю жизнь. Я пришла в 1989 году в Институт медпроблем Севера работать в отделении питания. Я получила специализацию в Институте питания, и с тех пор так или иначе эту проблему изучаю. Как психотерапевт. И у меня есть моя целевая аудитория. Я знаю, что первые звонки начинают от женщин вот чуть за 30. Я управляться начала. То есть при том же питании, при том же питании, при той же активности. Но организму надо уже на 10% меньше пищи. А у нас же есть привычка вот это кушать, вот эту, да? Вы знаете, мой товарищ говорит на этот счет, и простите меня за аналогию, в Бухенвальде толстых не было. Поэтому чем меньше ты ешь, тем стройнее ты бываешь. Режим питания это самое главное. Абсолютно, Александр, согласна с вами, более чем. Но еще раз вам говорю, что в Бухенвальде была норма калорийности 800 калорий. Это чтобы не умереть. Чтобы не умереть. Ну, если неудачное сравнение, мы посмотрим на людей в Бухенвальде, мы увидим их состояние кожи, волос. Поэтому если находиться на таком питании, на таком питании, то у человека начнут вылазить волосы, там, я не знаю, крошиться ногти, да? Поэтому это как бы сравнение неудачное. Но еще раз говорю, то, что вы сказали, Александр, это абсолютная правда. Ну, просто это я говорю к тому, что с возраста, если ты хочешь быть такой же, какой ты была в 20 лет, к этому надо будет прилагать больше усилий на 10%. Через 10 лет на 20%. Либо на 10% меньше есть, либо на 10% больше двигаться. Конечно. Такой выбор. Нет, ребятки. Вот тут тоже считается, что с возрастом нельзя увеличивать сильно нагрузку. А почему? Потому что нагрузка для человека это стресс. И когда, опять же, доказано наукой, до 30-35 лет, ну, это примерные цифры, понимаете же. Во время стресса у нас выделяются вещества адреналины, которые сжигают клетки, в частности, жировые. А потом наш организм начинает работать по-другому. И у нас на стресс выделяется совершенно другой гормон. Это связано с инсулином. Тот, который жировые начинают накапливать. И люди с возрастом начинают на стрессе, как ни парадоксально, поправляться. Большая нагрузка, большая нагрузка, это, как правило, для организма некий стресс. Даже если ты этого не осознаешь, но это уже стресс. И поэтому в этом случае человек, опять же, может начать провести борьбу с собой всю жизнь. В этом случае это можно. Я всегда говорю, это можно. Если это экологично. Если у тебя от этого веса зависит твоя карьера, твои заработки, тогда ты должен в день 4-5 часов тратить на фитнес, на массаж, на то, на сё. Если у тебя нет возможности. А потом, ведь у женщин, дорогие мои, не забывайте. Ведь вот рожавшая женщина и не рожавшая, это две совершенно разных женщины. Да, многие, да, сталкиваются с проблемой. Во время родов и беременности. Физиология организма. Организм начинает выделять те вещества, которые способствуют запасу жировой ткани. Короче, это очень сложная тема. У вас слишком глубокие знания для того, чтобы втиснуть эти короткие временные рамки. Вы скажите, как сказать своей второй половинке? Быстренько, и мы должны смотреть. А, мы продолжим после рекламного сюжета. Давайте узнаем после рекламного сюжета, как сказать своей второй половинке, что она или он поправились. Есть какой-то универсальный лиц? Вы пока подумайте, мы посмотрим рекламный сюжет. 8 часов и 50 минут. Несмотря на то, какая у вас масса тела, я думаю, каждому из вас, дорогие наши зрители, важно знать сегодняшнюю информацию о погоде. Итак, 9 декабря, во вторник. Нам сенотики обещают переменную облачность. Сегодня пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Утром было около 12 градусов мороза днем. Чуть потеплее, минус 9, и к вечеру минус 11. Всем желаю отличного настроения. Оставайтесь с нами. Прогноз погоды в Новом Утре представляет свадебный торговый центр «Блэсс». Создавая свой свадебный образ «Ночники» с лучшего. Доброе утро. Я не смог стоять в стороне от истории, слушал за кадром и хотелось вступить. Вот я к вам пришел. Давайте я сейчас прочитаю сообщение, на которое мы попробуем отреагировать. Доброе утро. Я после свадьбы и рождения ребенка поправилась на 10 килограмм, так как сидел в доме с ребенком. Но я не сильно придавал этому значения. Мой мудрый муж никогда не говорил мне, что я толстая. И у меня что-то не так. Он просто подарил мне весы. И тут понеслась работа над собой. Вот как сделать это, чтобы никого не обидеть? Если мы говорим не о возрастных изменениях веса, а именно... Люди привыкли друг к другу к таким, какие они есть, а потом смотрят, кто-то поправился на 10 килограмм. И не хочет возвращаться в нормальное русло. Как намекнуть просто человека? А если человек сам не хочет возвращаться в нормальное русло? Ну он не замечает. Он-то видит себя каждый день, он даже не придал этому значения. Вот он привык к тому весу, в котором он сейчас находится. А вторую половинку это не устраивает. Вот если не сказать прямо, то как, по крайней мере, намекнуть? Деликатно? Ребят, я не знаю. Вот понимаете, вот, наверное, все-таки я психотерапевт, и, наверное, я все равно буду в другом контексте на этот вопрос отвечать, чего вы от меня ждете. А как тогда намекнуть человеку, когда через 20 лет у него будет лысина, и у него, там, не знаю, появятся морщины, и еще через 30 лет у него отрябнет кожа? Я вот не понимаю ваших вопросов. То есть, смотрите, избыточный вес вам кажется таким же естественным, как вопросы старения? В некоторых ситуациях, да. Если вы сейчас рассказали, что это 10 килограмм, во-первых, у меня нет фактов, какой девушка была. В юности девушки иногда имеют даже дефицит веса. Они настолько, Саша, ты правильно сказал, озабочены своей фигурой, да, что они занимаются много... Ну, я беру всегда цифры. Допустим, при росте метр 65 девушка в юности была 50 килограмм, да, потому что она очень много времени занималась и уделяла своей фигуре. А после родов она стала 60. При росте метр 65, 60 килограмм, тут нет никакого избытка. Она вошла, образно говоря, в свою женскую форму, в свою женскую норму, да. И вот тут мужу вдруг не нравится. Ну, и что я могу в этом случае сказать? Ну, собирая вещи и иди от этого мужа, если это вот эта история. Ну, если это действительно как бы стало, ну, не знаю, проблемой вот как ожирения, да. Потому что тебе через два года человек скажет, что мне не нравится, что у тебя волосы, волос стало меньше. По плече. Через левое плечо, пожалуйста. Саша копит волосы на лице. Я даже не выдираю нигде вообще. А еще раз говорю, через еще 20 лет тебе еще человек какую-то претензию по поводу твоей внешности скажет. Дорогие мои, ну, это как бы в другом контексте. Но сказать свои желания мы имеем право. Мы имеем право. Я вас прекрасно понимаю, есть естественные вещи, но тем не менее, когда ты живешь дома и твои обои темнеют, кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то хочет переделать. Кто-то возлагает надежды, ну, то есть и ожидания на человека определенные. Понятно, это его проблема возложена на ожидания для того, чтобы семейное счастье было таким традиционным, не таким, как в учебниках. А мы все реально сталкиваемся с этой проблемой. Нет, как раз вот то, что вы сейчас сталкиваетесь, это то, что как в учебниках. Я не сталкиваюсь. Я хочу, чтобы жена, то, что вы приводите пример, я хочу, чтобы жена была той формы, на которой я с ней поженилась. Вот это учебная вещь. А в реальности в жизни жена будет менять формы, жена будет менять характер, жена будет менять привычки. А если муж меняет формы, так что ей привыкнуть к новому мужу с животиком? Я еще раз говорю, в этом случае, во-первых, можно все-таки честно сказать, лучший самый способ это юмор. Где-то пошутить и еще, например, предложить. Слушай, что-то я решила взяться за себя. Давай вместе, не знаю, там, будем гулять по вечерам. Давай вместе, там, начнем ходить, ну, к примеру, даже на фитнес, да? Если речь о женщине, которая в декрете, вот вернемся к этой мсмске, и мужчине не очень нравится, здесь он должен начинать понимать, что этой женщине надо помочь. Почему после декрета у женщин может появляться вес, да? Рассказываю. У нас существует масса потребностей, которые для всех для нас характерны. Первая потребность – это еда. А дальше пошло безопасность, секс, структура времени, коммуникации. Так вот, наукой доказано, что когда вот эти вышестоящие потребности, вот тут бы была нужна доска, не удовлетворяется, наш организм автоматически нас скидывает до поесть. После родов у женщин меняется все. Стиль общения. У нее появляется тревога за ребенка. У нее появляется нарушение сна. И поэтому в этом случае организм, чтобы выжить, начинает прибегать вот к этой форме, заесть. Поэтому здесь мужчина должен начинать обеспечивать своей жене комфортную жизнь. Говорит, дорогая, ты поспи, я встану к ребенку. Дорогая, сходи к подружкам, поболтай, я посижу с ребенком. Это все круто звучит, но это не работает. Я не представляю такого в семейных отношениях. Да вы что, ребят, вы что, живете в дореволюционном веке? Наверное. Сейчас настолько люди начинают становиться более-менее развитыми. И если речь идет о том, что я хочу, чтобы ты была такой, постарайся, дорогой, и сделай для этого что-то. Это же ты хочешь. Ладно, давайте перевернем. Не будем зацикливаться на женщинах. Мужчина толстеет. Что делать? Я считаю, что в 30 лет мужик не должен ходить в пусто. Я с вами согласна на все сто. У меня муж мануальный терапевт. Как женщине сказать об этом мужчине? Мануальный терапевт. И он работает, так сказать, вот с раздетыми людьми. И он в шоке. Он говорит, ко мне приходят мужики в 45, в 47, они более подтянутые. Вот это поколение 30-летних, они все приходят с животиками. А пристают? Рассказываю. Дорогие мои, прожив в браке больше 30 лет, я сделала для себя вывод. То питание, которое в семье есть, зависит от кого? От женщины. От женщины. И я вспоминала себя молодую, когда, например, мы только поженились, и я могла походить по дому и подумать, ой, капусты хочется тушеной. И сделать капусту. Муж, приходя, говорил, капусты воняет, да? Или ой, рыбы хочется жареной. Я работаю с избыточным весом. Давайте я расскажу вам на конкретном примере. Приходит мужчина, очень полный. Это, ну, у нас есть общая знакомая, что потом я получила обратную связь. Мы с ним делаем все. Мужчина начинает худеть. Дальше мне рассказывает вот это наша общая знакомая. Жена, которая до этого гундела, у тебя животик, у тебя животик, начинает провоцировать неосознанно. То, блин, и напечет. Ой, что-то ты похудел. То тортик купит. Она такого не говорит. Но, или смотри, мужик пришел с работы, жена говорит, садись, я ужин приготовила. Он говорит, я вообще-то есть не хочу. Я не поняла. Ты, типа, где-то поел, да? Ну, так и иди туда. То есть, если тебе не нравится, что у твоего мужа животик, первое, начни все-таки правильно готовить. Убери из дома выпечку, стряпню, сладенькое, всякие там сырокопчености. Тогда он начнет есть на стороне. Почему? Ну, не важно. Многие, мне кажется, этого и боятся женщины. Да, совершенно неправильно вы говорите. Неужели человек, вот это такое существо, которое нужно, с которым постоянно делать дашь на дашь, которое надо контролировать? Где чувство самоконтроля у человека? Как к этому воззвать? Как просто сказать, мужина, мужчина, мужчина, мне не нравится твой живот, я не собираюсь себя готовить и менять рацион о питании. Подожди, ты сейчас не смотри, задал такой вопрос, ты мне сказал такую вещь, как сказать об этом человеку, и тут же говоришь про самоконтроль. У человека, у которого есть самоконтроль, говорить ничего не надо. Он сам все увидит. Он сам подтянутый. А если человек это не увидел, значит, у него какого-то внутреннего ресурса не хватает. Значит, можно с ним, как с собакой, выставлять его рацион питания. Гулять с ним больше. То есть, только вот это, просто сказать нельзя. Хорошо, я сказала просто, дальше что? Нет, я не знаю, я и спрашиваю, можно это сделать, чтобы как-то не обидеться? Или это никогда не работает? И все мы функционируем вот в определенном образе. Конечно, не работает. Конечно, не работает. Короче, я знал, что мне нельзя оставаться на этом. Я вас отвлекаю от темы, пойду почитаю. Дорогие мои, Саш, вернись на минутку сюда. Я хочу привести пример. Так устроена наша психика. Я хочу вам объяснить. Я примерно понимаю, как устроена. Саш, можно я еще раз закончу фразу? Если вы будете идти по улице, и кто-то вам скажет, блондин в синем пиджаке, обернитесь, вы еще сто раз подумаете, оборачиваться вам или нет. Но как только вам скажут в спину блондин в синем пиджаке, не оборачивайтесь, так устроена наша психика. Это не мы с вами придумали. Вы или повернетесь, или войдете в состояние некомфорта. А это и есть слово невроз, который, образно говоря, может потом заедаться. Поэтому как только ты сказал напрямую, не ешь, не тронь, худей, наша психика устроена так. Вы же меня позвали как специалиста. 4, 3, 2, 1. Мы должны закончить на телеканале ТВК. И остаться на телеканале. На перце увидимся. Продолжаем. Поэтому бихевериальная психотерапия, изменение поведенческой реакции у человека, та, которая вас лично не устраивает. Это вообще так все классно вы говорите. Правда. Можно порыться на эти вопросы в интернете, посмотреть лекции умных людей. Но мы сейчас просто хотим на бытовом уровне получить какие-то маленькие ответы и решения. Ирина, скажите. Ну, как фотографию можно показать? Вот прошло 2 года. Посмотрите, человек подарил весы, никто не обиделся. Ситуация прошла гладко. Есть ли еще какие-то примеры? Как нервы? Тебе же подождались с юмором. Подождите, Саша. Что значит никто не обиделся? Я вот этих обобщений не люблю. Не обиделась эта женщина. У всех по-разному. Короче, я тогда не буду... Я просто не знаю, как вас спросить, чтобы получить однозначный ответ. Так нет, ответа однозначного-то. Тогда о чем мы говорим? Я не знаю, о чем вы говорите. Я вам пытаюсь рассказать разные ситуации. Ой, ребята, я начинаю толстеть, по-моему, подождите. Смотрите, у вас колоссальный богатый опыт. Вы знаете, как это делать. Но, к сожалению, иногда люди, допустим, даже я, человек со средним уровнем интеллекта, слушаю что-то на радио и понимаю, что здесь слишком далеко уходит, я не могу понять. Я бы хотел попроще, я бы хотел конспект. Такое, человеческим языком, когда люди... У нас же самые главные психологи, это кухонные психологи, да? Вот когда кто-то сказал, вот она послушала вас и подумала, это сложно. А потом пришла подруга и сказала, а ты знаешь, ты вот своему мужу там прячь от него тарелки, и она обязательно послушает. Поэтому я бы хотел от вас, как от компетентного человека, получить простейший совет. То есть, Саш, ты только что сказал, а зачем мы будем дрессировать, а самодисциплина? А чем отличается спрятать тарелку от приготовления вкусной, но не калорийной пищи? В чем эти два подхода отличаются, которые я сейчас дала? Да, научись готовить пищу вкусную для мужа, но менее калорийной, и спрятанная тарелка. В чем отличие? Короче, сказать ему нельзя об этом, и ей тоже. Я же не знаю, с кем человек живет, мы все разные. Есть, которому человеку сказали, и он обрадовался, говорит, спасибо, что ты мне это сказала. Есть человеку, которому только намекнули на его недостаток. Он уже обиделся. Я же не знаю, с кем она живет. Ты же живешь с этим человеком, и ты видишь. Кому-то больше сработает юмор. Кому-то больше сработает прямое заявление, вот такая ты мне не нравишься. Кому-то больше сработает вот такая хитрушка, типа пошли погуляем. Кому-то больше сработает, не приготовила, забыла купить хлеб один день, забыла купить хлеб другой день. В конце концов, муж привыкнет есть без хлеба. Я же вам сейчас сказала миллион разных решений, а вы мне говорите, дайте одно, которое надо сделать. Откуда я знаю? У нас поступил вопрос с другого боку. Моя вторая половинка не толстеет, а мне так хочется, чтобы она набрала хотя бы пару кило. Люблю аппетитных женщин, пишет нам. 69-69 номер заканчивается еще и у него. Вот, а тут как быть, что теперь, подкладывать или все-таки забыть о своих... Готовить самому калорийную пищу. Приходя с работы, приносить ей мороженое, пироженое, конфетку, да. И надеяться, что это отложится в тех местах, в которых ты хочешь. Ребят, смотрите, дело все в том, что хотим мы это слышать или нет. Есть понятие среднестатистически. Давайте возьмем рост, например. Допустим, у женщины от метр шестьдесят до метр семьдесят. Только что мы были каждый индивидуальный. Давайте без среднестатистических данных. Можно я закончу мысль? Но есть женщины, у которых метр пятьдесят пять, метр пятьдесят, метр сорок семь. А есть у которых метр восемьдесят, метр восемьдесят пять, да. То есть их меньшее количество, но они уже не среднестатистические. Обмен веществ есть некий среднестатистический. А есть особенный. И есть женщины, которые действительно могут кушать сколько хотят. И мужчины тоже. Это называется не в коня овес. Хороший обмен веществ, да? Поэтому, возможно, у этой девушки такой обмен веществ, что чтобы она поправилась на 2 килограмма, ее надо кормить ну просто тоннами пирожных, да? Поэтому, возможно, это ее особенность. За что-то ведь он ее полюбил. Ну да. Пишет нам Татьяна. Смотрите, мой муж весит 120 килограммов. Говорит, что я его закормила. Я начала готовить здоровую пищу, а он начал в супчике добавлять много майонеза. По ночам расслабляется пивом и чипсами. И Татьяна считает, что все-таки, когда человек сам за себя возьмется, тогда и будет результат. От ее здоровой пищи толку не было. Это тоже в этом есть резон. Но человек может сам за себя взяться, в случае, если у него появится мотивация. Пока у человека мотивации нет, говорить о самоконтроле невозможно. Чтобы был самоконтроль, мне должно быть выгодно контролировать что-то. Поэтому в этом случае, еще раз говорю, надо или принимать его таким, каким он есть, или все время как-то каким-то образом составляет ситуации, в которых он будет понимать. Настал бы его таскать. И когда он пару раз с одышкой пройдется, и когда в самолете лететь, и он там вертится, не может устроиться, ты говоришь, дорогой, это твои 10 килограмм тебе мешает. Но, образно говоря, давать понять человеку, чтобы у него вот это все-таки внутренняя потребность возникла. У мужчин вообще хочу сказать, что почему вот я слышала до того, как зайти, вот Саша абсолютно прав, что женщинам можно чуть себе лишнее позволить, мужчинам нежелательно. Потому что жировая ткань удерживает тестостерон. И как только жировая ткань у мужчин начинает пребывать, у них сразу прямо пропорционально начинает снижаться потенция. Это тоже придумала не я. И поэтому в этом плане, ну не знаю, при просмотре фильма сказать, ну понятно, мы же смотрим комедии, да? О, с таким весом! Куда там типа ему такую бабу красивую потянуть? И может быть, ваш супруг тогда почешет голову и подумает, ну слушай, ну я же такой. Вот так, метафорами, да? Возможно. Один из вариантов. Ирина, вот вы говорили, что все-таки наше состояние нашего тела зависит от нашего возраста. Что такова тенденция, что чем старше мы становимся... Это не я говорю, это наука доказала, да? Да, тем больше мы тоже становимся, соответственно. А есть ли какая-то, например, норма калорий, которую человек должен потреблять в день, чтобы оставаться в форме? Ребята, я вообще не могу, не могу, не могу слушать. Ну, норма калорий, это все настолько тяжело как раз. И по книжному, вот тут я со Сашей соглашусь, а есть реальная жизнь. Вообще, как бы, должны мы кушать столько энергии, сколько тратим. И тогда у нас не будет проблем с лишним весом. Как только мы начинаем кушать больше, а тратить меньше, так у нас сразу появляется проблема лишнего веса. Поэтому еще раз говорю, мы, когда говорим о лишнем весе, вот тут мы должны понимать о тех идеальных фигурках, которыми мы выходим замуж, будучи молодыми девушками и молодыми юношами, да? Когда наша фигура потом может изменения произойти. И вот здесь, образно говоря, это одна история. Или о тех случаях именно ожирения, вот этих пус, вот этих животов, да? Вот этих складок, когда это уже действительно болезнь. Так вот, если это болезнь, ее надо просто брать и лечить, если это ожирение, да? Если это просто изменение фигуры, здесь надо, еще раз говорю, начинать делать что-то, чтобы твоя вторая половина включила вот это сама и начала этим заниматься. Тогда давайте с вами... Я просто услышал вот одну вещь, которую я понял, ну, как человек такой простой. Вы сказали мотивировать. Мне кажется, это самое главное, что можно сделать. Конечно. Потому что меня бы юмор обидел, например. Да, вот если бы вы привели пример, что вот он такой толстый у красавицы жены, да я бы думал, да знаешь что? Вот. А если бы мне сказали, смотри, ты, ну, как бы, давай вот, а ты опять сможешь проплыть километр за столько-то времени. Да, конечно. Я бы подумал, да, это интересно. Вот, ну, видите, я человек приземленный бытовой, мне бы хотелось вот таких советов. Мотивировать, например, это А. Попробуйте юмор, это Б. Вот я не хотел... Попробуйте по-другому готовить, это В. Это В. Я не хотел никак вас обидеть, мне было интересно вот такие простые, короткие рецепты. Мотивация, юмор, изменение питания. Вот чего я ждал. А знаешь, пришли, в общем, разговоры. А получили мы, знаете, какую историю любопытную? Зритель нам пишет, что за 10 лет брака мы с мужем набрали по 20 килограммов, и мы прекрасны, любим друг друга. Вот такое завершение сообщений. У меня есть, у меня есть, да, семья знакомых. Они оба крупные, и у них сыночек такой же крупный. Это же зависит от питания в семье. Они зовут друг друга словом «место». И они почему-то очень любят. Они, понимаете, они не безобразно толстые. Ну, крупные, да, такие вот. И когда сейчас сын стал жениться, я говорю, и что там, девчонка ваша? Они говорят, нравится наше «место». «Место». Я всегда так вот по-доброму смеюсь над этим. Люди принимают себя такими. Ребят, еще раз говорю, что путать ожирение и путать изменение наших форм, это вот не одно и то же. И формы, к сожалению, могут меняться. И не всегда они могут меня устраивать. Но еще раз говорю, давайте услышим. Если они меня не устраивают, значит, я должна приложить тоже какое-то усилие для этого человека. Слушайте, вот история совсем неординарная. Тут, мне кажется, 100% должна была быть обидой, чего ожидала наша зрительница непонятно. Доброе утро, я приятельнице подарила весы. А она обиделась и долгое время ими не пользовалась. Ну, вот видите, а вы говорили мне только что фразу «подарили весы» и любой человек... Какой любой? Одному по-своему... Это как подружка додумалась подружке подарить. Это же кошмар. Ну вот, одному человеку пошути, он начнет смеяться, а другому пошути, он обидится. Одному подари весы, одному намекни. Мы все разные, мы все разные. Ну, а вот про ожирение хочется мне спросить. Вот когда вот эти вот первые звоночки становятся видны на теле, когда человек уже должен понимать, что вот это надо уже лечить. Это проблема. Сколько складок нужно считать? Индекс массы тела, я всегда это обо всем говорю, это индекс кетли, который во всем мире используется. Надо рост возвести в квадрат. Это очень просто. Если бы у вас был сейчас калькулятор, мы бы сейчас каждому из вас могли посчитать вдруг вот слух индекс массы тела, да, и мне в частности. А вот этот рост минус... Вот смотрите, Саш, ну можно на вас? Вот вы самые стройные, и мы, и я... Нет, рост минус 100, это... Мы сейчас нажили себе парочку врагов. Так что нужно калькулятор открыть сейчас. А вот этот грубый подсчет, я шучу, ну что вы так, серьезно? Скажите мне ваш рост. Стоит 84. Вот смотрите, вот все считают, у кого сейчас есть возможность, свои альфа-калькуляторы включайте, 184. Мы берем 1,84 и вводим в квадрат, да, ну 1,84 умножаем на 1,84. Получается цифра, ну я вот очень трудно, конечно, считаю. А минус 100 не считается сейчас? Ну, считается, ну это приблизительно. Получается где-то 3,6, да? 3,6. Тогда, Саша, какой ваш вес, примерно? Ну, 80. Ну, 80. Развел в квадрат? Какая цифра получил? Ну, я же в гуманитарии, я пытаюсь. Я в это время пытался в квадрат возвести. Я вот пытаюсь найти калькулятор. 1,84 умножь на 1,84. Сколько это будет? Сейчас я тоже найду калькулятор. Просто это будет интересно, чтобы вы сейчас уже начинали о чем-то говорить. 1,84 умножить на 1,84. 1,84 равняется 3,38. 3,38. Округляем. 3,4, да? Значит, теперь 80 дели на 3,4. 80 это килограммы для всех, кто смотрит. 3,4 равняется. 23,5. Вот. Идеально, да? Что значит идеально? Это срединка, да? Это вот как я про рост привела пример. Потому что в норме индекс массы тела от 19,5 до 27. И в случае, если бы Александр был килограмм на 7 худее, он бы тоже входил в норму. И если бы он был килограмм на 7 полнее, он бы тоже входил в это понятие физиологической нормы. Другое дело, что помимо нашей физиологии, у нас наша личность есть. Я себе не нравлюсь. И работая, еще раз говорю, 20 лет с лишним весом, я заметила, что самые идеально стройные женщины, все равно считают, что у них килограмма два лишних. Ну, конечно. Это же часто не имеет отношения, еще раз говорю, к тем возможностям, которые могут наши организмы позволить. Или мужчине вдруг кажется, что он женился на этой дюймовочке, и она будет всегда дюймовочка. А она набрала вес, у нее не 19 индекс массы тела, как при замужестве, а 24. Она по-прежнему в норме, но уже больше. Конечно. Спасибо огромное. Мы сейчас посмотрим любопытный сюжет, потом вернемся к вашим историй. А историй про пополнение веса очень много. Что же надеть? Думаю, девушки меня поймут. Этот вопрос задаем мы себе очень часто. Особенно, когда собираемся на свадьбу подруги, вечеринку или готовимся к собственной свадьбе. Сегодня мы расскажем о том, какой наряд выбрать, чтобы выглядеть лучше всех на торжестве. Для романтичных натур розовый цвет и асимметричный крой. Хотите кукольный образ? Обратите внимание на платье освежающего метного оттенка в стиле бэби-дол. Если вы предпочитаете элегантные и женственные наряды, платье из шифона и трикотажа с объемным декором. Такое белое платье находка для тех, кто не планирует хранить свадебный наряд в шкафу. Оно отлично подойдет для любых праздников. Если ваш размер больше 46-го, не отчаивайтесь в поисках красивого наряда. Просто загляните в салон «Силуэт». Здесь вы найдете платье для любого случая. Если вы не определились с нарядом, приходите в салон вечерних платьев «Силуэт» в торговом комплексе «Базар» на втором этаже. Мы продолжаем говорить на тему «Моя вторая половинка поправилась» или поправляется. У нас в гостях была Ирина Головина, психотерапевт. Ирина, ну может быть напоследок какой-нибудь совет дадим всем. Как все-таки себя вести? Нужно ли себя любить таким, какой ты есть? Вы знаете, Антон Павлович Чехов сказал очень много лет назад, что придумала не я в человеке, все должно быть прекрасно. И одежда, и лицо, и душа, и мысли. И поэтому мне со стороны иногда очень горько наблюдать, как человек, который с лишним весом работает. Когда многие люди сосредоточены на своем весе, просто паранояльно. Вместо того, чтобы сосредоточиться на одежде, которая тебе подойдет, на своих мыслях, на своей душе. И когда ты как раз об этом начнешь думать, может быть вес твой начнет сам постепенно снижаться. Поэтому я думаю, что если у человека чуть-чуть прибавилось вес, капелька, в этом нет ничего страшного. Если прибавилось сильно, ну каждый человек должен понимать, готов он с этим жить или нет. И удачи всем. Спасибо огромное. Будьте прекрасны во всем. Ирина Головина, психотерапевт, была у нас в студии. И сейчас вот мы беседу продолжим тоже о прекрасном. Обратите внимание на нашу елку студийную. Она день от дня становится все краше и краше. Благодаря вам и вашим детям вы можете пополнить нашу коллекцию рукотворных игрушек. Вам нужно принести на Копылова 50 игрушку. Игрушку для нашей елки. Игрушка должна быть создана руками вас и ваших детей. В конце декабря мы будем подводить итоги. Обязательно наградим лучшую, на наш взгляд, игрушку подарком. Но еще у нас другая идет акция. Это акция «Новогодний костюм или номер». Вы можете прислать нам фото либо видеозаявку. Утро.собака.tvk6.ru Мы хотим в нашей студии, в прямом эфире, видеть малышей наших маленьких зрителей, которые будут в красивых новогодних костюмах, показывать нам красивые номера. Ну а мы с вами будем любоваться ими. И также за лучший костюм и лучший номер мы тоже подарим подарок. Ну и теперь стоит сказать о партнерах конкурса. Партнер проекта «Сеть магазинов Лео». Всегда большой выбор повседневной и нарядной одежды для ваших детей. Сеть магазинов Лео. Ну и за предоставленную елочку мы благодарим сеть супермаркетов игрушек и детских товаров «Рич». То есть приносите игрушки и приводите своих детей к нам в эфир. Сейчас мы ненадолго прервемся. После этого будем читать ваши истории. Отличного дня. 9 декабря на календаре. Сегодня вторник. Сейчас расскажу вам о погоде. Облачно. Небольшой снег. Это по прогнозам метеорологов. По официальным данным сегодня будет ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Давление существенно не изменится. Утром температура воздуха минус 12. Днем будет минус 9. А вечером немного похолодает до минус 11. Прогноз погоды в Новом Утре представляет свадебный торговый центр «Блэс». Создавая свой свадебный образ в ночники с лучшего. Еще раз всем хорошего утра, уважаемые. Говорим мы сегодня о том, как сказать своей половинке, если вдруг она поправляется. Ну, мне вот нравится мотивация. Правда, если человек к чему-то мотивирует, это здорово. Можно купить ему одежду меньшего размера или ей, да? И сказать, вот оно очень дорогое. Ну, прямо я 50 тысяч рублей надо потратить. Ну, не мог пройти мимо, на тебе будет смотреться идеально. Да, это классно. Мы очень круто, другого размера не было. Есть замечательное сообщение, пришло нам ВКонтакте. Мой муж парень деревенский. Когда мы начали совместную жизнь, я поняла, если буду есть так же, как он, то стану раза в три больше, чем была. На ночь пельмешки домашние, сальцо, жареное с лучком, и все в таком роде. Я сразу дала себе установку, держать себя в руках и не поддаваться на вкусные аппетитные ароматы. Вот прошло 10 лет, у мужа начал расти животик. Лично я ему сказала напрямик, дорогой, у тебя живот начал расти, давай со мной в спортзал ходить. Или когда он на ночь ест, я ему говорю, ты не лопнешь, деточка? Ну, а кто ему скажет правду, кроме меня? Мы же с ним самые близкие люди. Конечно, я стараюсь меньше стряпать не потому, что я не хочу. Это я для любимого лучше же стараюсь. Зато мне говорит, если будешь такой же, как теща, немаленьких форм, придется жену другую искать. И где справедливость? О, я знаю, кстати, такие тоже истории. Я не понимаю таких мужчин. Есть у меня тоже несколько историй, когда он позволяет себе все, при этом достаточно раздобрел, а ей все, ты только поправишься, до свидания. Это я вообще не понимаю, как можно быть рядом с таким человеком. А у меня с моим парнем была такая история. Когда мы только познакомились, я была немного крупнее. Это интересная история. Я была немного крупнее, и он все время мне говорил, ну где твой пресс, где твой пресс? Я хочу пресс вот прям вот, вот эти вот стиральные доски. И ты давай его присылать, да? Я спросила, есть ли пресс у него. У него есть пресс. Я говорю, ну... Она прессанула его просто. Нет, я говорю, ну у меня генетика не такая, не знаю, говорю, мне кажется, у меня никогда не будет такого пресса прям идеального-идеального, чтобы там были кубики. Ты знаешь, отправила в спортзал, пускай мужиков пресс потрогает. Там много с кубиками ребят. Ну, потрогай это. Мне кажется, у женщины не должно быть кубиков на животе. В общем, я подумала, думаю, ну ладно, наверное, нужно худеть. Я похудела, на мой взгляд, это было уже даже немного критично. В итоге он так начал на меня смотреть и говорит, может быть, ты поправишься чуть-чуть? Может быть, мы сегодня в кафе сходим? Я говорю, а что не так? Ну, как-то мне вот нравилось, когда было много аппетитных форм. Сейчас все вернулось на круги своя. И он говорит, мне все нравится. Не надо мне пресса никакого. Все, мне нравится так, как оно есть сейчас. Видимо, он сходил в спортзал и потрогал. И понял, что это не то. Пишет нам зрительница. Доброе утро, мы с мужем живем 19 лет. Было много трудностей, например, ипотека. Но сейчас вроде жизнь устаканивается, и можно было бы растолстеть. Да, жизнь устаканилась, только вряд ли это произойдет. Так как я не люблю стряпанное, чипсы, терпеть не могу конфеты и тортики. Еще ненавижу колбасу. И вообще у меня мама в деревне, поэтому мы едим здоровую пищу. Счастливый человек. Есть еще один счастливый человек. Когда мы с мужем познакомились, он был 80 килограммов, а я 60. Живем 7-й год. Любимый поправился до 105. Такой в меру упитанный. Мне нравится он такой, люблю его. А вот я кушаю все подряд. И родила, как была 60, так и есть. Это очень круто. Да, вы такая счастливая. Я вам завидую, честное слово. Знаете, у меня есть одна печаль небольшая по этому поводу, что мы все предъявляем какие-то требования к своей внешности. Ну, часто в парах. Ты говоришь, что вот есть какая-то стандартизация, должен вешать столько, столько. Но, к сожалению, мы забываем о самой главной стороне составляющей. Ведь только встречают по одежке, провожают по уму. И в семейных парах очень мало кто говорит. Мужчина, ты мало читаешь, удиви меня еще чем-нибудь, как тогда на первых свиданиях. Или он ей это говорит. И вот эту вот основную часть взаимоотношений мы, к сожалению, упускаем за тем, чтобы следим за чьим-то весом или недовесом. Это вот печальная сторона. Я полненькая женщина, но я себя люблю. Я доброму обещана, возможно, королю. Трещат на мне все платьица, а я все равно поем. Я женщина-проказница, я нравлюсь, но не всем. Вот длинное сообщение пишет нам Наталья. Вот такой тоже хороший стих. Ну, классное. Но вот я, кстати, очень люблю бороться с зависимостями в себе. С зависимостями в себе, да? И вот с какими-то страхами. И пищевая зависимость самая сложная зависимость. Об этом говорят, что это сложнее большинства наркотических, алкогольных зависимостей. И с ней приятно побороться. Я часто стараюсь просто есть меньше. И если вы возьмете что-то в систему для себя, просто кладите на две ложки меньше неделю. На следующей неделе кладите еще на две ложки меньше. И потом вы просто будете есть меньше еды и ей наедаться. Это абсолютно простая вещь. Я раньше ел столько, сколько я сейчас представить не могу. А сейчас просто мне этого не нужно. Пишет нам вот зрительница, что не обиделась на мужа, когда он ей подарил весы. И сказала ему спасибо, что намекнул на мой лишний вес. Сейчас все хорошо, я вернулась в свою форму Елена. Ну вот, хорошая история. И знаете, бывает такая штука, что вот ты не говоришь, человек начинает тебе чем-то не нравиться. Это и в отношениях на работе бывает. Ты начинаешь мелко раздражать, да? А ты каждый раз ему не говоришь этого. А потом начинает эта точка кипения назревает. И уже ты думаешь, я тебя просто ненавижу, да? И к семье вот так же бывает. Мне кажется, что вот пошел первый звонок, ты сразу скажи, мне кажется, ты, ну, как, давай вместе там следить за весом, например. За твоим. Да, за твоим. Ну, как-то или простимулировать как-то. В самом начале, когда еще не все запущено, когда мужчина никак у нас в новостях ТВК показывали 200 с чем-то килограмм, да, и у него не удерживается. Ну, это, конечно, болезнь уже, да, там есть какие-то медицинские показатели, но все равно, мне кажется, лучше начинать вот с малого. Не давать, короче, не давать москусу много есть. А то, из-за этого же тема, да, у нас пошла. Ну, я шучу, у всех бывают такие перепады. А я, когда стала жить со своим Дениской, потолстела на 15 килограммов, а он на 20. Сказались поздние ужины, он не ест без меня вечером, а я не ем без него, когда возвращаюсь. История длинная, мы продолжим ее читать после рубрики «Киношка». Сегодня о том, как снимался фильм «Константин. Повелитель тьмы». И, кстати, Киану Ривза фанаты хотели закидать даже помидорами за эту роль. Отметивший в этом году 50-летний юбилей, актер Киану Ривза жалуется, что ему сейчас все реже предлагают роли. В одном из интервью он поделился, что мечтал сыграть Росомаху и Бэтмена, но по разным причинам не смог этого сделать и сейчас сильно жалеет. А ведь было время, когда актер был нарасхват. Так, на съемки ужасов «Константин» его пригласили на следующий же день после окончания съемок в «Матрице». Руководство издания комиксов о Константине было удивлено выбором киностудии. В комиксах герой блондин, а Киану Ривз не похож на европейца. Но упор сделали не на внешности, а на сути его отношения к миру. И не прогадали. Даже верные фанаты комикса впоследствии приняли Киану Ривза на ура. Была идея осветлить волосы Киану, но мы ее отвергли. И поначалу плащ для героя должен был быть оливкового цвета, но актер в нем терялся. А вот черный плащ подошел ему гораздо больше. На нем и остановились. Одним из мучительных вопросов для создателей фильма стало, как представить образ сатаны. В разных фильмах он был уже и ребенком, и зверем, и женщиной. Режиссеру дьяволу представлялся кем-то мерзким, противным и абсолютно равнодушным. Позвать на роль решили Питера Стормора. Я не хотел много грима или каких-то силиконовых накладок. Сказал, что лучше сыграю лицом. Пусть зритель включает воображение. К тому же, что больше всего и страшно, дьявол всегда разный. И трудно ухватить то, как он должен выглядеть и в какой форме существовать. Сцены, в которых показан ад, пришли в голову одному из аниматоров. В нашем адском ландшафте царит тот момент, когда тепловая волна от ядерного взрыва сметает все, пока ее не рассеивает ударная волна. Мы пересмотрели множество видеовзрывов, чтобы ухватить нужный визуальный ряд. А еще в наши сцены мы добавили эффект Марио, какой бывает от сильного жара, чтобы картинка как будто поплыла. Крылья ангелов не должны были выглядеть белыми и пушистыми. Задача была сделать их реальными, похожими на крылья птиц. По-настоящему создали только одни крылья, чтобы понимать, как в той или иной сцене они отражают свет. А все остальные были нарисованы. Фильму Константин в следующем году исполняется 10 лет. Но тема добра и зла вечно, поэтому у картины наверняка еще долгая жизнь. До встречи в следующий вторник. Партнер программы «Новое утро» производственная компания «Мелви». Ждем вас в новом выставочном зале на Ястынской 19А. Новогодние скидки 30%. Еще раз доброе утро. Хочу продолжить сообщение о паре, которая он поправился на 20 килограммов, она на 15. Я по этому поводу, по поводу того, что они поправились, даже написала стихотворение, так как муж Дениска любит готовить. От твоей шарлотки потолстела попка, ни одни сапожки не натянуть на ножки. Я с тобой рядом счастье испытала не моря и океаны, а тонны килограммы. Вот пишет нам наша зрительница. Так, отлично. Ну а я уже определилась с победителем. Если вы не против, я отдам... Кого ты хочешь подкормить? Сертификат на сумму 500 рублей от службы доставки японской кухни «Краб-креветка» Елене Викторовой за сообщение ВКонтакте. «Была замужем. Муж любил женщин эффектных. Постоянно мне говорил, что я в теле и надо бы худеть. Тяжело было морально. Вечный напряг и прыжки на весы развелись по другим причинам. Он нашел себе такую, каких и любил. Вопла! Как я называю, вышла я замуж и теперь счастлива. Набрала от того веса еще 15 килограммов. Муж только и говорит, худых ненавижу быть еще больше, только в радость. Ем все и радуюсь. Сброшу вес только тогда, когда будет по здоровью тяжело. А на худых пусть собаки кидаются. Я женщина приятной полноты и горжусь этим». Мы дарим вам сертификат службы доставки японской кухни «Краб-креветка». Акция у них идет. «Закажи три ролла, заплати за два». Количество роллов не ограничено. Подробности по телефону 218-09-18. И за смс-сообщение, я думаю, что за такую добрую любовь мы и наградим вот эту нашу зрительницу, которая с Дениской... Фильмом «Хроники падения» от Николая Васильевна. «Хроники падения» в море синема посмотрите вместе с Дениской. «Спасибо вам за историю 49-33». Ваш номер заканчивается на эти цифры. Завтра у нас сумасшедшая тема. «Лучший район города». Вот это будет сложно. Районов много. Мне кажется, будет горячо и жарко. Присоединяйтесь на 90-20, пометка «Утро». А в нашей группе ВКонтакте вы уже прямо сейчас можете оставить сообщение о лучшем районе города. Ну а завтра мы их непременно прочитаем. Кристина Мегинова, Василий Баранов и Александр Смол. Саша, я пойду поем, так проголодался. Да, я тоже хочу есть. Я почитаю. Ну, смотрите-ка.